Не он. И что везде, когда меня просят сказать, в каком качестве я рассказываю свои лекции, я говорю, что я сказочник. Это тоже не совсем верно, потому что я не являюсь носителем традиции, я книжник, я книжный человек. Не знаю, к добру или к худому это так, но, говорят, мой прадед был сказочником настоящим. А другой прадед был печеньком. А, нет, тот, который был печеньком, был сказочником. Другой любил литературу и был лесником. Они удивительным образом породнились. Один любил сказки, другой любил литературу. И почему я всё делаю, не будучи там профессионалом в этой области? Да, если кому это интересно, я профессиональный психолог. По специальности своей. Но так же, как Фрейд в своё время хвастался тем, что он прочитал больше книг по археологии, чем по психологии, я, мне кажется, могу похвастаться тем, что археология. Может быть. Ну, по крайней мере... Ну, по крайней мере... Ну, по крайней мере, там, как бы культурологическая книга Фрейда Татема Табу, в ней меньше вот этой, как бы сказать, вот этого психоаналитического надрыва, чем, не знаю, в пяти очерках по теории сексуальности. Ну, или о чём-нибудь таком парадом. Анализ фобии пятилетнего мальчика, несчастного. Ну, Фрейд, если очаровательнейший человек, мы сегодня его тоже помянем. Вот. Зачем же я делаю? Я делаю всё из любопытства. На самом деле, то, чем я занимаюсь, то, что я созерцаю, вызывает у меня живейший интерес, переходящий в Восток. И, ну, как бы, по моему личностному складу мне очень трудно держать Восток в себе. И я всегда очень хочу, как бы, вы знаете, детское чувство «Смотри, как круто!» Вот это желание показать жука-оленя, которого ты нашёл у себя, там, не знаю, где угодно, под дубом, вот, и показать, смотрите, у него есть рога, вот, и он такой блестящий, такой огромный, вы представляете? Вот. И для меня лекция, в первую очередь, ну, может быть, это было как-то не всегда заметно, но это, в первую очередь, диалог. И, ну, я очень прислушиваюсь к тем вопросам, которые вы, на самом деле, задаёте, они очень часто меня ставят в тупик, спасибо вам большое. Потому что, приступая к поиску выхода из этого тупика, я часто узнаю что-то новое. Но главное, что меня... Сначала надо зайти в ситуацию, а потом уже можно начинать искать изменения. Да, 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 да. Ну, то, что, ну, главный мотивирующий фактор, это именно вот этот самый детский восторг познания. То есть я признаюсь и каюсь сразу, что я знаю далеко не всё, что я... в чём-то мои знания, как бы, так сказать, отрывочны, в чём-то они вполне вероятно ложны, вполне возможно, что именно потому, что отрывочны, да, но, как бы, я очень рад, что вы, так или иначе, прошли какой-то отрезок этого пути вместе со мной. Для меня это очень важно. Это раз. Дальше. Сегодня, сегодняшняя наша беседа, она посвящена, называется так, хулигански немножко, сказка о том, как мир стал литературой. что один из самых таких больших и огромных, как слон, вопросов, которые... по которым я не устаю что-то узнавать, что-то новое черпать и что-то новое понимать, это что такое миф. Я всегда начинаю свой курс лекций с такой зелёной аудитории. То есть, к счастью, к моему великому счастью, в основном, но не всегда, я прошу как бы у всех прощения, кто в этой области разбирается, но очень часто ко мне приходит зелёная аудитория, там, не знаю, как-нибудь человек-инженер, который, в принципе, сказок не читал, и ему просто стало интересно, что это такое. Вот. Поэтому, общаясь с зелёной аудиторией, я начинал три-четырежды свои курсы с того, что задавал такой вопрос. Что такое миф? И смотрю, как люди отвечают. На самом деле, мне не доводилось... Я задавал его каждой, я могу говорить, четырежды за свою жизнь в начале курса, мне не доводилось его ни разу задавать в конце. Мне кажется, сегодня прекрасная возможность, поэтому я задаю вам этот вопрос. Что такое миф? Ну, это не обязательно должно быть встроенное определение из учебника, друзья. Что это может быть, не знаю, ассоциативный поток, это может быть попытка определения, да? Как бы, чтобы вы не мучились, я сразу вам скажу, что... Что такое миф? Да, исчерпывающий определение мифу не могут даже в академических кругах. Вот. Поэтому, как бы, с вас это снимает определенные меры ответственности, но, тем не менее, это не значит, что не нужно пытаться дать это определение. Это, как минимум, это чрезвычайно любопытно. Ну, пожалуйста, смотри. Тип мировоззрения, определенный цвет мышления. Обычно в мифе идет преувеличение всех этих человеческих качеств. Ну, то есть, если сила, потом, о-о-о-о, если там конючные головы... Я даже сказала, потому что всему миру дается антропологические черты человека, антропологические любому явлению мира. Усиленная и, возможно, попытка понять... Вот, как говорится, чтобы увидеть контраст между красным и розовым, надо все цвета очень сильно задрать. Ну, это я в цветах просто, я мысль в цветах. И точно так же, как в мифе, поэтому затраны вот эти вот все... Ну, собственно, потому что там идет речь чаще всего о золотом веке, то есть, на тех временах, когда все было особенно настоящим, потому что еще новым. Может, оттуда доберется. А еще мне кажется, важно, что миф это что-то повторяющееся, передающееся, там, из покорения в покорение или из уст в уста, как-то такое вот речь. Он не может, не знаю, там быть записан и лежать в своем теле, он должен говорить. То есть, как-то историк нам рассказывает. Вот ты сейчас сказала... Ну, это, кстати, не история. И даже записано, это уже, в принципе, не миф. Была такая проблема долго, когда миф пытались изучать именно по письменным памятникам. Потом, когда познакомились с исследователем с живым мифом, они поняли, что вот Гомер, там, старшая младшая, это все к мифу имеет очень мало отношения. Это уже литература. Да, у литературы, получается, есть момент того, что она остановилась, когда только она записывается, она восстанавливается. Не, ну, во-первых, тут еще один момент. Можно я так говорю? Ладно. То есть, я начинаю рассказывать о том, что, допустим, ты мне подарила двух коров. Я говорю тебе, что о том, что у меня много коров, и мне хочется преувеличить, это я говорю, трех коров. Ну, и так далее. Идет преувеличение, поэтому оно, возможно, такое все раздутое. Если уж, конечно, было. На самом деле, вот по поводу мифа, он, именно живой миф, он, как правило, и не записывается никем. Потому что это не всем, это тоже он живет в социуме. Не всем и не в любой момент. И в определенный момент определенным людям, я бы так бы сказала. Может быть, это сквятник? При посвящении, там, при инициации, кстати, вот так. О чем-то всегда. А не всегда о чем-то далеком во времени или пространстве. О том, почему все так, а не иначе вообще в этом мире. Ну, смотрите, что сейчас, как бы, я обобщу, да, не много что было сказано. По-моему, было сказано, на самом деле, очень важные вещи. Что, во-первых, это форма мировоззрения, то есть что-то максимально общее, да. Это, как бы, это первые грабли, на которые наталкиваешься, когда начинаешь иметь дело с мифологией, да. Что сказания, повествование, текст. И вот начинаются вот эти вот сложности с вот этим определением именно, как бы, жанра мифа, да. Что же это такое, что вот... Сложно вымыть, что это самоопределяющее, категоризирующее существительное. Да, мировоззрение. Дальше было сказано, что миф повествует, без уточнения, что я бы сказал, что они, которые повествуют, что миф повествует о некоторых первоначальных временах, когда всё было прекрасное, и прекрасное, и огромное, и могучее, и там... золотое. Ещё было что-то сказано. Это сейчас прям вылетело из головы. Творился. А, да, да, да. Что сотворённое. Да, в тот момент, когда ещё мир... не был доделан, да, что мир доделывался. То есть миф, это ещё нам повествует о том, как всё доделывалось. Хорошо. Вот даже не знаю, вопрос или комментарий. Габри Монтар. То есть миф, он уже как бог униждший умер, его уже нет? О, отличный вопрос, друзья, прям как? Как мне нравится направление ваших вопросов или комментариев? Прекрасно, прекрасно. Прекрасно, как вы считаете? Я вот другое мнение, альтернативное. Как вы считаете, что там, как себя чувствует мысль? Болеет он? Или уже не болеет? Или уже... Его, конечно, уже не узнать. Он уже не тот. Он уже не тот. Я бы сказал так, что если мы берём сказку, это вот как я понял, исходя из курса, из того, что я слышал. Если мы берём сказку, то это именно какие-то сакральные знания для избранных, которые проходили обряд посвящения через инициацию. В результате сказка даёт как бы скелет. Мы говорим сейчас про сказку или про миф? Вот. А вот миф, в отличие от сказки, это тоже история, объясняющая, из чего всё произошло, но для всех. Там нету таких сакральных мыслей, такого сакрального скелета. Если, значит, брать сказку, то сказка объясняет причину, а вместо рассказывается только следствие этого. То есть внешняя оболочка. Вот это миф. И поэтому он понятен более широкой аудитории, без всякого посвящения. И опять же, с точки зрения бредовости, если рассуждать, то непосвященному человеку миф кажется интересным, там есть какой-то сюжет, есть какая-то даже хронология. то если мы опускаемся вниз к сказочному уровню, то там бред такой, что надо действительно пройти через какие-то пытки, чтобы в это дело въехать. То есть получается у мифа больше логической взаимосвязи. Я думаю, да, потому что сказка это уже немножко бывший миф, то есть сказка сказка, что что-то произошло. Да, это удивительно, что происходит с неосторожно брошенными словами с моей стороны. Видимо, я что-то сказал не так в какой-то момент, что все верно, но с точностью до наоборот. То есть это скорее десакрализованный и профанированный, сделавшийся развлекательным миф становится сказкой, а не наоборот. Это очень важный момент, друзья, что сказка мифом не является, и мифом не, насколько я могу судить, не становится. То, что является первичным, а что повторичным. Да, миф является строго первичным. Именно поэтому сказка сложнее, потому что там же слоение. И нередко он еще и, господи, эзотерич, является еще и эзотеричным, то есть достоянием определенной закрытой, от закрытого группы людей. Время сказки сказка экзотерично. Это то, что рассказывают, сидя у костра, так между делом. Но они находятся на одной ветви? Да, 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 да. Это уже как бы другой разговор, что они находятся на одной ветви, и это как бы касается мифа, если мы его рассматриваем исключительно как сказание. И было сказано очень верно, что миф это не исключительно сказание. Это мировоззрение. Потому что, ну, если мы предполагаем, что миф это исключительно сказание, то вот, как бы, есть сказание, есть миф. Нет сказания, нет мифа. Но проблема-то в том, что одно и то же сказание может являться мифом, а может мифом не являться. Да? Это вы верите. В цитате я бы еще одну черту мифа добавил, что это, ну, мифологические знания, это знания сугубо практические, в том числе. То есть, во-первых, почему мы делаем так, а не иначе? Во-вторых, это тоже магическая тема, что откуда все, то есть, зная, ну, как калевал вспомнить, то есть, зная, откуда пошло железо, можно заговорить рану, которую это железо нанесло. Да, но просто здесь не нужно, опять-таки, это еще одна распространенная ошибка, что не нужно понимать практичность как вот утилитаризм в нашем понимании этого слова. Что там, не знаю, люди, практичные люди традиционного мышления, они бы покрутили пальцем у виска, если бы увидели дома, в которых мы живем. Вроде бы максимально утилитарно пригодные для жизни. То есть, вот эти вот домики для хомячков. Что все не по фэншую. Да, что все не по фэншую, что вообще говоря... Дверью на север. Дверью вообще непонятно, как повезет. А вообще не что-то, что об этом вообще не думали, когда строили. Да, 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 да. Там никаких защитных изображений нет, центра нет. Вообще, как вы вообще в этом живете? Как вы до сих пор... Как вы живете до сих пор? Через такие окна, вообще огромные окна, мне говорят об этом, да? Через которые могут вполне пролезть там всякие лихорадки в любом количестве, без всяких наличников, да. Кошка все время народит... Ну, то есть, есть закрывашки для труп, она все время народит, чтобы они были все открыты. Не знаю, с духами она с китом, потому что говорит, что... Ну, явно там кто-то живет, я знаю, есть все вредящиеся. Вот. То есть, во время или после инициации именно мифы передаются? Да, да, конечно. Сказки отказываются позже, деньги, раньше, дети. Да, раньше, позже и женщины. Позже, в смысле, в историческом плане, по-русски. Не, я просто подумала, что сказки, они как-то отдельно от посвящения твоего идут, а вот именно мифы, они идут по ступенику, ну, от твоего развития. То есть, у них, получается, более важен просто для жизни. Международные вещи в жизни общества о сказке такой фон, который все растут и воспитываются. Да, 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 да. Но при этом, как бы, структурно они иногда настолько близки, что, ну, этнографы фиксируют даже такие случаи, что то, что является у одного племени мифом, у соседнего племени является уже сказкой. А можно те русские? А то, что в Библии написано, это является ведь мифом? Мифом или сказкой? Ой, из Библии вообще очень чрезвычайно. По крайней мере, то, что нам пытается христианство преподать. Вот, подождите. То, что написано в Библии, то, что нам пытается преподать христианство, это две большие разницы. Вот, нельзя, не зря есть, как бы, отдельные ветви наук, которые занимаются исключительно разбором того, что же все-таки написано в Библии, да? Вплоть до вот этого самого... Знаете ли вы, какой плот съели Адам и Ева в раю? Это не яблоко, 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 да. Какой-то плот, да. Вот, при том, как бы, у еврейских толкователей есть одна версия, что это был гранат, или смоква, или это был какой-то вообще невероятный плот, кстати, это была очень интересная, такая тоже мифологическая совершенно идея, что это был какой-то невероятный плот, который соединял в себе вкусы всех плодов разума. То есть он был поползший на хлебное... Жутко надо... Да. Опознание не такое уж сладкое, к счастью мне, видишь. Да, опознание, оно горчит. Вот, это одна версия. У нас традиционно прижилось это самое яблочко. Потому что в наших почвах... Да, во-первых, ближе к нашему почву, и, во-вторых, есть там версия про трудности перевода. Что там какой-то... Я точно не помню лингвистически, как это случилось, но что, в общем, неправильно перевели. Это была похожая история с рогами Моисея. Вы видели когда-нибудь... Да, на самом деле он светился! Да, я говорю, он просто светился. Есть статуя работы Микеланджио, где Моисей с рогами, с двумя такими рожками. Ну, это как два лыжа света у него получается. Ну, выглядит как рога. Вот, ну, у Микеланджио там однозначные рога. Просто вообще, как бы, не прикопаешься. Вот. Это трудности перевода. Добавить, сегодня по телевизору, по каналу «Достояние планеты» рассказывали как раз об астровах Сеншиллах на Мальдивах. И там говорили, что там, значит, есть собственное дерево, это познание добра и зла, причем оно есть отдельно мужское, отдельно женское. И вот женское – это в форме жопы, извиняюсь, а мужское – в форме фалоса. Значит, вы видите. Где-то в форме жопы, это очень интересно. А из воды этого самого дерева, то есть там кокос в форме вот… А, сам плод в смысле? Да, да. Сам кокос этого дерева напоминает жопу, а мужская вот часть этого дерева напоминает ему такой длинный-длинный фалос. Ага. Это челутация? В принципе, так, огурец тоже. Ну, вы шампала вообще. А уж бананы. А еще, значит, вот про рога у Моисея, у Микеланджело. Вот недавно слышал лекцию, там говорили про чакры, и вот что самая-самая верхняя чакра, высшее просветление, она переводится на определенный язык, как то ли огненные рога, то ли какие-то сухие рога. Интересно, это у кого? Не могу точно сказать, но там как раз вот было посвящено именно этим чакрам, откуда они взялись, вот эта самая форма калю, что вот есть как в река жизни, и вот есть вот как водяное колесо, которое вот чашками поднимает эту воду на новый уровень, это, скажем, вот первая чакра, потом там такое же колесо, которое еще на следующий уровень, потом еще выше, выше, а с верхней эта вода потом стекает, возвращаясь обратно в реку жизни. И вот самое верхнее-то самое колесо, наполняющее самый-самый верх, это переводится именно как огненные рога. Поэтому этот самый свет вполне возможно мог быть этими рогами. В зависимости от перевода. Да, может быть вполне, но как бы, ну, конкретно здесь мы имеем прям вот такую вполне зафиксированную ошибку перевода, и там действительно это достаточно близкие по звучанию слова, к сожалению, я их не запомнил. Вот, да, если мы вернемся к мифу, совершенно спасибо большое. Что же будет, если мы вернемся к мифу? Нет, я хотел вернуть сейшелок и узнать, стоил есть эти воды познания из миска. Я думаю, на сейшелок расскажет. Нет, ну это вопрос. Они их едят или не едят? Я думаю, что они вполне очень удобны, как урсы, имеющие форму, вот... То есть мы не знаем, что это противостоит своей существованию? Ну, я бы, говоря про плоды познания, раз уж они захотела речь, я вспомнил, ну, во-первых, можно вспомнить библейскую историю, что это тот самый случай, про который я говорил. Скажите, эти ягоды можно есть? Можно, только отравишься. Можно и даже нужно, только умырешь. То есть, во-первых, Адам и Ева преодолели тем самым две важные вещи. Они преодолели стыд, и они преодолели смертность. Кстати говоря, это вот, когда персонаж преодолевает какие-нибудь столь важные атрибуты, то это, вполне говоря, характеристика мифологического текста. Когда мир меняется, да? Когда человек был бессмертным, стал смертным. Человек был бесстыжим, ну... Безречный. С некоторыми логическими, как бы, дополнительными еще ступеньками, можно сказать, что не осознавал свой пол. А в архаических текстах вообще, как бы, его не имел. Ой, если остаться, отреагировал себя от животного мира. Да. Они же тоже голыми ходят. Вот. А тут начал абстрагировать себя от животного мира. То это вполне характеристики мифологического текста. А что касается, можно ли есть или нельзя есть, есть замечательная история у папуасов Кивай про, правда, не про плоды познания, а про кенгуру и про сына кенгуру. Что как-то раз из земли родился некий персонаж от... Отец у него был кенгуру, мать у него была земля, потому что отец кенгуру пролил свою семью на землю и родился человек. И он охотился на животных. И в какой-то момент, случайно, не зная, что он убивает собственного отца, он убил кенгуру, съел его мясо и умер. Но его труп нашла самка кенгуру, положила в свою сумку, он ожил, и она дала ему кусочек хвоста кенгуру и сказала, что пока с тобой этот кусочек хвоста, ты не будешь знать никакой неудачи на охоте. Вот. Это вполне, как бы говорили, мифологически. А вы эту сказку рассказывали во время лекции про инициацию. Да, 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 да. А то мне странное дежурение. Да, я рассказывал эту сказку, просто если кто забыл вдруг. Это про плоды, не плоды. Если распространить эту идею на плоды, я думаю, что что-то должно быть похоже. Я вот предполагаю, что наверняка просто так их не едят. То есть их, скорее всего, едят в определенной ситуации. Сособых последствий. Да, да, да. Но вы конкретно посвещали, это интересно, что делают с этим. Чтобы не повторяться, да, так напомните мне при случае, я вам расскажу про то, что сделал сознание русского человека, русского крестьянина, с христианской космогонией, и какая есть альтернативная народная версия происхождения человека, зафиксирована в «быличках», кстати. Удивительно, истории про Адама и Еву, это обхохочешься. Это как анекдот про Василию Ивановичу и Петеру практически. И смотришь, и вроде как Адам, Ева, Бог, все персонажи на лицо. Это про христианство, да, и Библию. Ну, что они творят, и откуда люди этого взяли, это вот большой-большой вопрос про наше сознание. Хорошо, вот мы как-то определили миф. Давайте как бы еще раз попробуем сказать. Так чем все-таки миф отличается от волшебной сказки, отличается ничем-нибудь? Сакраль. Сакраль. Это не текст от нового зрения. Какая-то книга еще. Сотворение мира. Ну, как потому, что нам более... Сотворение мира. Кто? С информацией в мире. А в мире, что более-более концентрированная информация. Я вот не слышал, чтобы это так и осмысляли, но по своему опыту могу сказать, что да. По крайней мере, информация полезная. Из нее нужно сделать определенный выбор для своей реальной жизни. Определенный ритуал, если он исследует определенные какие-то действия, то человек совершает эту сказку, можно послушать и... Именно миродозренческая роль. Дело не для воззрения, а в определенных... Ну, мироструктурирующее. Ну да, то есть реально действует так, потому что здесь будет понимать. Угу. Хорошо. Хорошо. Ну, здорово. На самом деле, это очень здорово. Сегодня еще, я думал о том, что мы с вами сможем, как бы, обсудить еще некоторые вопросы. И, помимо этих вопросов, я принес с собой два текста, тексты современные, между и временем их возникновения минуло ровно 60 лет. Один из них был написан в 34-м году, другой, соответственно, в 94-м. У меня прежде 2-3 слова, а 20-20 века. В 1934-1994. Один принадлежит Данилу Хармсу, второй принадлежит Ольге Орефьевой. И мы с вами попробуем именно коллективным разумом понять, собственно, что же нам эти тексты говорят. Но прежде, прежде, все-таки хотелось бы немного говорить про, вернуться к той теме, которая прозвучала. А есть ли мифы сейчас? А сейчас они какие? А сейчас они те уже или не те? А как они выглядят или никак они не выглядят? И в связи с этим хотелось бы вернуться к определению и сказать, что Софья Залман-Гранович, вы знаете, какое-то новое предложило определение мифа? Да. А. Детское, которое он назвал детским определением. Точно не сформулировано. Очень простое. Оно очень простое. Друзья, я, даже я со своей любовью и категорическим незапоминанием никаких определений, его запомнил, потому что он действительно детское. Он говорит, что если у вас дети будут спрашивать, что такое миф, вы всегда можете сказать так. Миф – это сознание древнего человека. Отличное, блестящее определение, я считаю. Почему только древнее? Вот. А это делается определение детским. Почему это сознание только древнего человека? Ну, потому что в сознании древнего человека ничего кроме мифа нет. Он бы, честно, не прикрывался этим нашему всякому. Да, с фигурными листочками рационалистическими. Но это с нашей точки зрения ничего в нём сознании. В нашем сознании есть ещё что-то кроме мифа. Миф, вообще говоря, понять, что это миф, находясь в мифе… Мифе невозможно. Невозможно, да. Потому что так оно и в матрице. Это самая история, да, про философию правую руку. Философия – это когда ты пытаешься потрогать свою правую руку изнутри. Своей правой рукой пытаешься потрогать свою правую руку изнутри. Вот про миф – это то же самое. Находясь в мифе, мы не можем этот самый миф осознать как миф. И это некоторая очень, на самом деле, весёлая вещь. Ну, например… Мы можем выйти из мифа. Например, мы можем выйти из определённого локального мифа, да? Что мы вылезли, как змея из шкуры, вылезли, мы выросли из него. И сказали, о, видите вот эту шкуру? Это миф. Вот все, кто там… Ну, не то, что мы не оказались в следующем мифе. Да, мы, безусловно, оказались в следующем мифе. Но мы-то видим тот, и нам про тот совершенно очевидно, что это миф. А все там остальные, они ещё этого не знают, они ещё не про злижка. Нет, ну, мы же можем предполагать. Ну, а то, что мы предполагаем… Да, это считается не только про мифы. Что? Ну, конечно. Мы можем предполагать, вот ты знаешь, что у нас было, из того, что есть, что, вот это является мифом. И мы можем предполагать о многом… В общем-то, по большому счёту, это уже касается не только мифа. Это, в общем-то, по большому счёту, касается вообще науки как такового. Но вообще человеческого сознания. Да, человеческого сознания, именно. Вот. Ну, что… ...классический пример, опять-то, который приводит Аграновича, Это, например, параллельные прямые, которые не пересекаются. Параллельные прямые, когда они не встретят друг друга, это определенного рода миф. Мифы в клидовой геометрии. А потом появилась геометрия Лобачевского, которая сказала, что ну нет. Они пересекаются где-то там в районе Луны. Это для меня в районе Луны. Я не знаю где. Где они точно пересекаются. В каком-то из измерений. Ну и сейчас удивительным образом есть... Ну я уж не говорю про нынешнее состояние мышления, которое называется постмодернизмом, где вот уж действительно все может являться всем. И это уже некоторый баян. Да, но раз уж мы так полушутя, полусмеясь поставили знак равенства между мифом и сознанием, нужно сказать пару слов про людей, которые пытались так или иначе объяснить человека в целом через миф. И на самом деле культуру через миф. Этим страдали... И наслаждались. Оба человека, по которых я хочу сказать, это Зигленд Фрейд и его ученик, который его предал, тоже весьма такая мифологическая модель, Карл Густав Юнг. Потом они, очень забавно, если читать параллельно тексты одного и другого, они отпускали редкие саркастичные замечания один в адрес другого. Но Фрейд буквально писал, что... Ну, когда Юнг еще был рядовым психотерапевтом, не хотел быть еще пророком, а Юнг тоже как бы отпускал замечание в адрес Фрейда, который не хотел отказываться от своих отцовских амбиций. Фрейд на это отвечал Юнгу, что вообще Юнг на самом деле был оттентный гомосексуалист. В общем, это было бесконечное и веселейшее подкалывание друг друга. Но, правда, они разругались. Но первым был Фрейд. И какое отношение вообще Фрейд имеет к мифологии? Ну, тем, что Фрейд, вообще-то говоря, взял, как он думал, древнегреческий миф. Какой? Эдипа. Эдипа. И попытался при помощи него, ну, как минимум, объяснить теорию неврозов. Ну, он с этого начал, да? Нет, начал он с истерии, потом теорию неврозов, потом теорию психопатологии, потом теорию психики вообще. И закончил он в качестве, там, в таких своих книгах, там, Моисея и корни монотеистической религии, Тотемы Табу, Леонардо да Винчи, да, пытался объяснить человеческую культуру в целом. То есть, вот вообще взять, там, религию, социальные институты, ну, вот всё-всё-всё-всё-всё буквально, через свою теорию, и в частности, через миф об Эдипе. Можно вопрос? Да. Который меня давно уже мучает, со времён, когда, не знаю, я впервые увидела этого бородатого мужика. А почему ему приглянулся именно миф об Эдипе? Он ещё потом пытался поюзать миф об Электре, но, я не знаю, почему не Персей, почему не Геракл, почему не частный Эдип? Вот, это один из вопросов, которым бесконечно задают фолькоперодисты и культурологи, ну, почему Эдип? Тем более, что Эдип, на самом деле, ну, непонятно, насколько это, непонятно, насколько это показательная история. Потому что, ну, вот, например, тот самый Агранович, который очень жестоко смеялся над Фрейдом, говорит, что вообще Эдип, он не вполне подходит, потому что, первый, Фрейд использовал не миф об Эдипе, о котором мы имеем весьма смутное представление, а Софокла, что, вообще говоря, литература, и большая литература, и сложная литература, где у человека переживание есть, который испытывает стыд, которому стыд и перед своими согражданами, трагедия которого вообще стоит в том, что он хороший царь, но при этом он не может оставаться во главе своего государства, что он не может не выполнить закон. Конечно, мифологические персонажи, они лишены всей этой ерунды, вот, они вообще очень редко рассуждают, они рассуждают еще меньше, чем сказочные персонажи, рассуждение которого сводится к этому, сказано, сделано, да, или, там, к нарушению запрета, но это тоже, как бы, нарушение запрета у них не результат какой-то внутренней борьбы. Да, «Бессонные ночи». По крайней мере, это внутренняя борьба обычно в... Присутствует там, не знаю, в какой-нибудь... У Шарля Перо она может присутствовать в, например, сказке про «Синюю бороду», но это, скорее, конечно, авторская редакция и попытка сделать из сказки литературу, непосредственные сказки литературу, да, когда это естественный процесс. Миф об Эдипе это вообще интереснейшая тема, ее было бы очень интересно рассмотреть с разных сторон, потому что Эдип, он, во-первых, покинутый младенец изначально, так же, как Моисей, например, так же, как Дианис, например, так же, как Царь Саргон, например, и многие-многие другие. Сирота. Ну, там как бы он не совсем сирота, то есть у него родители-то живы, но он оказывается... А, тогда же он как Рому-Лэм, но он оказывается в положении сироты, он оказывается в дикой местности с проколотыми этими ногами, подвешенными вертормашками. Во-вторых, Эдип, он находится во власти Рока. То есть идея, ну, как бы, Эдип это очень характерная история, если мы хотим понять, себе представить, что такое античное представление о судьбе, как о некой такой безличной силе. И в этом, кстати говоря, некоторые исследователи видят яркое отличие античного представления о судьбе, от, ну, скандинавского, по-моему. Вот. Это два. В-третьих, он воцаряется, то есть он царского рода, но никто об этом не знает. Его воспитывают пастухи. Дальше он совершает инцест, и он воцаряется. Но в результате инцеста на город падает чума. Кстати говоря, по-видимому, вся эта история с чумой, это выдумка Софокла. В мифе этого нет, по крайней мере, по мнению Акрановича. Я вот не знаю точно, с какими текстами она ознакомилась именно на основании чего. Где еще можно посмотреть миф об Эдипе, кроме как Усафокла? Интересно. Надо будет провинтерировать этот вопрос. Он еще отца убивает. Ну да, он убивает отца, он совершает инцест, воцаряется, потом он испытывает срам и стыд, он изгоняется, а, да он ослепляет себя, его жена удавляется, Идип себя ослепляет, отправляется в изгнание, и где-то под Афинами уходит в пещеру и становится покровителем этой самой местности, где он ушел в пещеру. Если мы пытаемся рассмотреть этот текст с точки зрения пускай трагичной, но жизненной истории у нас что-то явно не склеивается, да, что даже если он там предположить, что такая история произошла, то почему же он в результате становится покровителем какой-то местности еще к тому же. Да, и потом, кстати говоря, он не убивается в привычном, в каком-то привычном значении этого слова, он уходит в пещеру и как бы земля его вбирает в себя. То есть он буквально проваливается, проваливается сквозь землю. Вот, то есть он становится с землей одним целым. но если здесь смотреть вообще говоря структурно, ну почему это было интересно для Фрейда? Потому что здесь такая инцестуозная картина, про которую он очень много говорил, да, что то, чего на самом деле все мальчики хотят убить своего отца, жениться на своей матери. И это как бы вот предел мечтаний. Фрейда. Фрейда, да. Маленького еврейского мальчика, который жил в Евгемоде всю жизнь. Ну, если посмотреть вообще говоря на биографию, то похоже на то, потому что молодая мама и старый отец. Да, молодая мама и старый отец, плюс любимый сынок, плюс сестры, которые всегда находились в некотором загоне относительно Золотовой Дигги, как его называла, матушка. Вот. Ну, вот такая. Ну, и как бы определенный такой мегамогический комплекс. Ну, он был всегда себе этого с такого высокого мнения. Это как бы то, как это рассматривает Фрейд. Как это можно рассмотреть с точки зрения культуры? Да, совершенно по-разному. Совершенно по-разному. Можно здесь вспомнить царя-жреца, да, которого убивает его последователь и женится на его, либо на его жене, либо на его дочери. А здесь можно встретить вообще, если смотреть еще глубже, можно вспомнить фигуру первопредка, для которого в принципе инцест, который сирота, потому что он первый, да, он родился из, или он родился из земли, или он там родился союз земли и неба, или там он родился каким-нибудь еще чудесным образом, но вообще-то говоря, он сирота. Вот, в более поздних фриантах он сирота, потому что родители умерли, как у Гарри Поттера. Он меченый, кстати говоря, так же, как и Гарри Поттер, только у Гарри Поттера было отметено на ногу, у Эдипа было отметено на ногах. И, насколько я знаю, Эдип, это даже не его имя, это его кличка, буквально переводящаяся как пухлоногий. То есть, у него были, когда его хотели убить очень странным образом, где-то бил, бил, не добил, баба бил, бил, не добила, то вроде как, там, пастуху, который это поручили, стало жалко мальчика. И знаете, что он в жалости сделал? Он проколол мальчику сухожилия на ногах, продел через них кожаный ремень и повесил на дереве. Вот, что делал с людьми жалости. Ну не убьёшь. Да, убивать было жалко. Ну пускай типа дикие звери съедят. Бладина прям какая-то. Вот. И у него, то есть у Гарри Поттера на лбу метко, у Эдипа на ногах метко. Дальше он отправляется как бы, что, да, что с ним произойдёт известно в самом начале. То есть, как про Эдипа есть пророчество, с чего бы его родителям его убивать. Это же пророчество было Ельфийского Ракова, что он убьёт своего отца женщину своей матери. Так и у Гарри Поттера было пророчество. В итоге он не зная ничего о своём происхождении там отправляется в Фивы, по дороге встречает случайно этого самого Лая и практически случайно его убивает там по ничтожному поводу. Фивах Сфинкс Чудовище опять-таки встреча с чудовищем и там и там Василис Сфинкс Василиск и надо сказать и там и там и там и Гарри Поттер может разговаривать с Василисом пока не понимать его речи и Эдип понимает речь Сфинкса и отгадывает его загадку. Хорошо понимает Сфинкса Сфинкс в результате там кончает жизнь самоубийством бросается с обрыва. Кстати тут ещё один момент по поводу этой загадки что эта загадка в принципе ему и была предназначена потому что он позже встал с четырёх ног потому что проходит и раньше он на три ноги на три ноги встанет в результате да кстати это отлично ну и вообще как бы загадка то не абы про что а про человека и про движение человека в космосе а ну кто ходит утром на четырёх ногах днём на двух вечером на трёх вот отгадка человек Эдип вот Эдип в частности да да и загадка была предназначена для него он избранник то есть так как и Гарри Поттер он меч из шляпы достает потому что он избранник потому что абы кто этот меч из шляпы достать не может и он тем самым побеждает никто другой ну как бы не смог бы в Сирийске победить хотя бы потому что не смог бы вскрыть эту тайную комнату да вот это всё ну это про современные как бы я сейчас может быть отвлёкся но на самом деле всё про современные формы мифа почему Гарри Поттер так чрезвычайно популярен почему Мастерин колец так чрезвычайно популярен потому что это мифович сейчас матрица популярна но матрица это не так она уже не популярна вот а вот там вот где есть какой-то намёк на древность защита матрицы то что она эта история она как бы размножается сюжет того что мы живём в какой-то и реальной картинке он дублируется многократно точно так же как миф о избраннике в обвинении матрица хочу сказать что я недавно пересмотрела фильм и как же он был посмотрите даже первый использованный костюм серьезно там есть Киона Рикси это многое правда я думаю что воспроизведение в кино воспроизведение не говоря уже о том что глупо не глупо я знаю людей которые не любят Гарри Поттера которые не любят Пластиверные колец это не делает на самом деле эти вещи менее концептуальными Пластиверные колец я не люблю вот вот это особая потребность которая вообще говоря родилась у современного человека потребность в мифе потому что миф миф как таковой он мы его расковаряли тот который был первоначально но потребность в мифе она никуда не делась человеческое сознание продолжает продуцировать миф само не понимая того что оно делает по той же самой прощению в матрице по той же самой схеме абсолютно вот пожалуйста вот вам Эдипп который Фрейд выдал на первый план вот вам Гарри Поттер и Эдипп это абсолютно не уникальный сюжет я его взял вот сейчас во-первых потому что у них такой вопрос конкретно про Эдиппа а во-вторых потому что Эдипп все-таки для постпсихоаналитического мира это такой культурообразующий для некоторых для них все-таки потому что психоанализ для нас имеет большое значение хотим мы того или нет вот пожалуйста избранник победитель дальше он воцаряется ну он отца не убивает но он убивает некое существо которое во-первых убило его родителей во-вторых прожило сходную с ним биографию которая дала ему силы жизнь дала ему силы и с которым у них вообще говорил чрезвычайно много общего ну постнапросто в нем живет немножечко общая душа на минуточку да то есть может быть как бы в этом нету прямого отцовства но в этом есть такое вот отцовство мистическое и фиорет у отец вот да 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 все если для кого-то это можно вспомнить другое ну какой-то фильм заговор ткачей и что-то такое там тоже противостояние сына и отца то есть один другого пытается убить вот вот ну вы видите мы на самом деле как бы хотим это или нет мы стоим так или иначе на путь психологии анализу потому что вовсе не факт что как бы сюжет об Эдипе сложился вот в целости и сохранности как он есть вполне возможно что как раз таки Эдип это собирательная конструкция конструкция состоящая из истории царя-жрица которого убивает его будущий тесть или будущий муж его жены раз раз и два это история господи слушайте все пора вычезновать только что хотел сказать история избранника который идет по некоторой стезе но потом в конце обязательно погибает вот история жертвы и избранника вот два этих образа они друг на друга нахуй и вот мы с вами имеем а что там все таки землю да 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 про уход в землю это одна из характерных черт первопредка первопредок это существо вообще удивительное такое именно вот уж на 100% мифологичное потому что живет оно в это самое время оно да в мифологические времена и в самых архаических своих вариантах обладает целым рядом таких характерных свойств ну во первых огромные абсолютно циклопические размеры да такие размеры что там если первый предок с кем-нибудь сражается то там где были горы становятся долины где были долины становятся болота например так да во вторых невероятная мужская потенция кстати говоря в Китае есть повествование ты сам забыл китай да я интервизировал вот это вот есть повествование про одного из первых императоров да во первых эротический аппетит во вторых физический аппетит то есть на столе бык печеный в быке нож точеный это про первоплетка которого он съедает одним махом и в Китае есть история про одного из первых императоров который тоже отличался огромным ростом что вообще говоря в Китае совершенно не модно потому что там как бы эротическая мечта всех женщин это сухонькие хлипенькие чиновники и знатоки иероглифов а не эти самые воины у них даже есть пословица замечательная которую будет приятно услышать всем юношам уклоняющихся от военной службы что из хорошего железа не делают гвоздей из хороших людей не делают воинов и там не было феодальной системы в том виде в которой она была например в Западной Европе или в Японии поэтому не было и вот этой идеалом мужской красоты мускулистого тела закаленного в боях и в охоте идеалом мужской красоты мускулистого ума закаленного в разбирании иероглифов и там в разных вариациях написания этих иероглифов и да было представление как раз про этого китайского оператора который был огромный который в собрании всех своих придворных сажал прошу прощения на свой член наложницу командовал ей как ей нужно двигаться и в это же самое время пожирал кусками мяса я думала это реально были исторические хроники ну как тебе сказать как бы вам сказать дело в том что он не держал его в это время руками поэтому на реальные исторические хроники это не тянет но я бы сказал что даже если это было так принято как бы основ как бы ну мало ли кто и что выход суждают да да если господи кто-то из когда меня засыпали вопросами про «Влемный Китай» Митя который здесь работает мне это сказал что если тебе еще раз скажу про «Влемный Китай» ты скажи что «Академик такой-то» фамилию «Академик» ты же не забыл иначе он звучал бы вообще красиво говорит что китайское сознание в основе своей исторично а не мифологично вот так что я вычеркиваю вычеркиваю что они не вношительны ну что на самом деле как бы если опять-таки верить юмгу не мифологического сознания нет ну что для них первостепенное значение имеют реальные императоры которые друг за другом следовали династии которые друг за другом следовали но это не значит что они древним династиям по которых можно точно сказать что они правили там с такого-то года по такой-то там в отличие от не знаю царя Гороха мы не можем сказать что это правило царь Гороха да вот а там китайские династии можно точно сказать что с такого года по такой-то была такая династия и были там у нее такие-таки-таки представители но это не значит что наиболее древним китайским императорам не приписываются всякие мифологические черты, в том числе черты первопредка. То есть вот, например, вот эта вот несгибаемая мощь, извините меня, но, как бы, может быть, я чего-то не знаю об этом мире, но не могла быть такая мужчина-эрекция, чтобы он выдержал вес женщины. Подожди, а может быть, он на этом полу лежал? Он ходил? Да, он ходил? Он ходил по кругу. Извините, нет, это первопредка. Сохраняюсь. Может быть, она чем-то там подвешена была еще? Может, она просто была акробаткой? Ну, может, она первопредок. Мне кажется, это все дело в Дао. Оно этому способствовало очень сильно. Нет, тогда еще давно не было. Это первопредок Дао. Нет, мне кажется, это как раз предыстория появления. Ну, вполне возможно. Вам не возможно. Ну, вот, невероятный аппетит. Между прочим, у Геракла тоже невероятный эротический аппетит. Фух, как мне сразу полегчало, когда я вернулся на свою родную европейскую землю. Всегда так напрягаюсь, когда приходится рассказывать о том, о чем я имею очень смутное представление, типа Китая. У них может быть все, что угодно. То есть, я пытаюсь разбирать китайские сказки, я понял, что у них может быть все, что угодно. То есть, если там европейские, они прекрасно укладываются в эту монфологию, в эту животную символику, то китайские это что-то с чем-то. Ладно. Да, он огромных размеров, он прожорливый, он сексуально ненасытный. Ну, он, конечно же, могучий. Иногда он настолько могучий, что его не держит земля. Да, вы помните, это самое Илюша, который там выпил водички и провалился в землю Аки в болото. А, Святогор. Святогор, да, который там лег в гроб, и его уже нельзя было из этого гроба излечь. И он не мог ходить нигде, кроме как по горам. Да, он совершает инцест, то есть, как бы, нарушает самое такое базовое табу социальное, по-видимому, одно из первых вообще табу, потому что похоже на то, что, вот, ну, до, как бы, по крайней мере, до описания не схамилось ни одного общества, у которого бы не было табу на инцест. То есть, может быть, не будет всех остальных табу, табу на инцест, по-видимому, это всё-таки нечто более-менее общечеловеческое. Более того, у других приматов, по сути, тоже есть в описи. Вопрос, а откуда взялось с табу на инцест, если изначально люди не очень связывали половой акт с появлением детей, то есть, это явно не было как-то связано с... Как раз мы шаги. ...каких-то генетических мутаций. Ой, господи, они были, конечно, очень довикетны, как и генетические мутации. Ну, это понятно. Вот, а почему? Что их двигало реально? То есть, животные спокойно занимаются инцестами и беды к этому не глядят. А вот это интересно. Нет, на самом деле, не совсем, то есть, животные бывают разные. Ну, да. Потому что, животные, которые живут стаями или стадами, у них какие-то механизмы биологически вырабатываются. Те, которые одиночки, ну, просто шанс встретить родственника мало. А вот у стадных вырабатываются определенные механизмы. Вот то, что вопрос этот занимал исследователи. И вот как раз с приматами я тут изучалась, и, в принципе, у них тоже там что-то, ну, скажем так, не спят они с родственниками. Вот, не знаю, вот, естественные. Там запахи и запахи, что-то там есть. Слышали те, кто не питают столь нежных чувств? Слышно, логично. Опять же, не знаком, но могу предположить опять, что, что беседовал. То есть, там вообще, то, с кем рос, то, с кем рос, те, с кем росли, то есть, они уже с ними в половую жизнь не вступали. Добавное, что, например, когда разводишь крыс, проблема встает всегда, они не видят проблемы с кластерским, они выросли. Как вы могли подумать, это же ее брат, да, это шанс-карит уста. Они не видят проблемы. Да, да, и кошки не видят проблемы, то есть, вроде бы, ну, домашние, что-то, как бы, с ними все вообще по-другому. Интересно, не знаю, вот, не знаю, откуда взялась такое. Более, насколько я понимаю, это более поздняя традиция, когда, всегда жених или невеста, они всегда брались откуда-то со стороны, из-за... Экжигами. Да. Ну, считается, чем дальше, тем дороже, тем лучше. А почему? Курятся на свою улицу. Да, 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 да. Например, у королевских семей, наоборот, они там все друг другу, как только из королевских. Это был еще один нюанс. То, что королевцы, это не совсем люди. Да, корольные могут. А, ну, богам можно, это да. Да, и богам, кстати, наиболее полное это было, да, у египтян, что там и боги, там, да, братья и сестры все-таки, обычно, не сын и мать. Самый страшный, как бы, лицест, это сын и мать, отец и дочь все же, да, родители с детьми. Вот, а как-то вот братья и сестры все-таки полегче. Не так чудовищно. Вот, да, египетские боги себе это позволяли, и египетские фараоны себе это позволяли, даже вроде как в обязательном порядке. Да, ну, потому что, ну, а кто фараон-то бог на земле, кто еще сравнится, кроме его родной сестры. В то время как в остальном обществе строгая табу. Ну, может быть, существуют, естественно, отборы и людей, потому что те общества, где я это был принят, просто шли в негодность довольно быстро и в здоровые времена. Ага, а почему крыски не вынешали? Ну, а уже интересно, кстати, говорят. Крыска домашь, крысок единичный. Интересно, вот, а всяких животных, ну, человек все-таки крупное животное, вот, всяких животных, типа, не знаю, медведей, слонов, которые там, ну, понятно, что там, если у крыски вырождаются 6 детенышей, и трое из них с генетическими мутациями, то ну, фиг с ними. Вот, а, вот, там, слоны, медведи, гориллы, ну, с приматами, как это это делается? Да, но у слонов тоже должно быть, интересно, есть ли у слонов, например, инцесс? На он и заулы, у нас нет заулы. Да, да, вот нам не хватает заулы. Факт в том, что первопредок нарушает инцест, и это происходит, видим, по тому же механизму, как вообще происходит появление первых живых существ, то есть, например, у скандинавов, если я не ошибаюсь, была такая тема, что одна нога терлась с другой, да, у великана Имера, одна нога терлась с другой, и от этого союза там рождается первое поколение богов, да, и что инцест для первопредка это что-то подобное, да, то есть, это еще не полное, во-первых, еще не существует никаких социальных установлений, чтобы их нарушать, вот, а во-вторых, ну, как бы, мир еще не утратил свое первоначальное единство, а если единство не утрачено, то как, собственно, его, это самое, если все одно, все едино, то как обойти свою, обойти свою, обойти свою собственную сестру, вот, например. Да, и надо сказать, помимо того, что первопредок нарушает социальные установления, даже самые жесткие, он в эпосе, например, совершенно однозначно представляет опасность для мироздания в целом, то есть, у него, это образ чрезвычайно древний, и он себе может объединять образ, например, культурного героя, то есть, он может сделать что-нибудь хорошее и полезное, и вообще, как бы, ну, защищать границы этого самого мироздания, совершать, ну, подвиги, да, вот, но в то же самое, там, воевать с хатоническими чудовищами, всякими великанами и ужасами, да, Но в то же самое время он представляет угрозу для общества. Помните Геракла и его братца Эфикла? И что, почему Геракла постоянно куда-нибудь отправляли? Потому что он то разозлится своего учителя пение по голове, даст ему кефар, и кто-то умрет, то еще что-нибудь сделает, вот. Со своей силой там? Да, 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 там впадет в неистовство, кстати говоря, да, помните про неистовство, священное, и вообще начинает расшатывать основу вселенной как таковой. Ну, в некотором смысле, а, ну, и, конечно, опьянение это одна из других черт первопредка, то есть впадение в определенное экстатическое состояние, когда он вообще неуправляемый, да, ну, это, эта идея сохранилась, с одной стороны, когда, по мере того, как развивался эпос, от этой идеи старались уходить, потому что первопредок, он приобретал такие, ну, сглаженные черты идеального героя, ну, какой же это идеальный герой, который там жрет, как хорло, да, или который там там трахает все, что движется, простите, вот. Вот. И, как бы, от пьянства тоже старались уходить, что, типа, ну, нет, 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 не за что, не за что, вот, никогда, никогда. Да. И, но при этом, опять-таки, вот эта вот древняя идея, в контексте, там, Ильи Муромца, например, она выползла уже в форме анекдота, уже, по-видимому, там, в 20-м веке, да, ну, там, Илюша, ты такой хороший, когда трезвый, знаете, вот, скорее всего. Что? Не знаете? Боже мой, но то, что Илья идет по дубраме, видит, что все дубы переломаны, что там все перевернуто вверх дном, что там конь богатырский валяется в канаве, весь избитый, и он встречает этого несчастного, забитого словья-разбойника, говорит, Соломушка, что с тобой, то тебя обидел, о Илюша, какой же ты хороший, когда трезвый. То есть, особенно, если первопредок впадает, он и так это представляет опасность для социума и мироздания в целом, а если он впадает в состоянии министовства, то вообще сходится в пихонахи. То есть, Кухулин это тоже типа первопредка. Кухулин, ну, у него есть черты первопредка. Первопредок, вообще говоря, по-хорошему, это некоторый кабинетный конструкт, так же, как там, фетишизм, тотемизм, шаманизм и прочие замечательные вещи, к которым мы постоянно обращаемся. Это, то есть, вот прям найти в чистом виде вот такой вот рафинированный миф про первопредка, ну, нужно постараться, хотя, наверное, можно. Но, вот, мне не удалось пока. Если вот кто-то мне даст ссылочку, чтобы он почитать на эту тему, я буду только очень богатывать. Поручик Жевский, это из той серии. Ла-ла-ла, там придумывает чуть ли не первый алфавит. А Эпиметей, который его братец, если как-то сделать, хотел грозу, а получил козу вечный. То есть, он вечный трикстер. Поручик Жевский, это трикстер. У трикстера могут, как бы, к нему могут приклеиваться еще отдельные черты первопредка. Особенно, ну, как бы, если это все происходит в контексте, где, ну, например, такая половая удаль становится чем-то таким, ну, все-таки не совсем социально престижным. Ну, там, как, например, в уделии греков, в классический период, то есть, был, конечно, божок-приап, но при этом там очень большие половые органы считались уродством, физическим дефектом. То есть, ну, половые органы должны быть маленькие, мужские. Вот, чем меньше, тем меньше. Вот, согласно эстетике, безумие греческой. Вот. Да, про первопредка. Ну, еще один пример, так говоря, герой, который несет в себе и признаки трикстера, и они даже доминируют, и признаки первопредка, это Кулерво в Калевале. То есть, это персонаж, который, которого все пытаются как-то приладить к делу, то есть, даже когда он был маленький. А, да, кстати говоря, первый предок, еще одна его черта важная, он растет не по дням, а по часам, потому что он живет в начале времен, где со временем вообще творятся разные странные вещи. Вообще говоря, его нет. То есть, нету развития еще, мир еще не доделал, время еще не течет. То есть, все временные отрезки, они представлены в одном моменте. И вот он развивается не по дням, по часам, то есть, он рождается практически готовый. И дальше там начинается, что его там просят молотить зерно, и он разбивает все зерно в муку, а всю солому в мекину. Его просят тянуть рыболовные сети, или бить острогую рыбу, я сейчас, кстати говоря, не помню. Ну, в общем, там получается рыбный фарш вместо этой рыбы, он все тоже, как бы весь космос переделывает в первобытный хаос, да, вот этот первобытный бульон. Что, ну, интересно, вроде бы как бы все у него получается не то и не так, но когда его просят сделать забор, у него получается, очень характерный забор, у него получается забор от земли до небес, из огромных бревен. То есть, он при всем при этом, ну, забор это вообще как бы отдельная вещь, символическая граница, по сути дела. Поставить во Вселенную забор, по сути дела, это сделать эту самую Вселенную, сказать, что вот Вселенная, вот космос, вот упорядоченное пространство. Вот, и у него забор, получается, совершенно космических масштабов, ну, совершенно Вселенских масштабов, да, космический забор. Вот, а потом, ну, все заканчивается тем, что он встречает свою сестру, я не помню, женится он на ней, не женится, но так или иначе, имеет с ней сеть, и качает жизнь и убийство. Вот такая трагическая история, по словам Кулеру. Какое трагическое начало для этого. Вот. Ну, для первопредка абсолютно нормальная история. То есть, фактически, еще получается, не контролировать свою силу? Да, да, да. То есть, ну, и сила, как бы, она ничего в себе как созидательный, так и разрушительный компонент. И потом, непонятно, какой, вообще говоря, доминирует, что больше от него пользы, и пользы для разрушения. Ну что, друзья, у нас сколько осталось времени, не так много, вообще не осталось. Я предлагаю, все-таки, все-таки, если нам позволят, дорогие работники музея, немножко задержаться. Вот. Я принес сегодня Тексты. Прошу, пожалуйста, передавать. Раздаточный материал. Вот. Так, всем хватило? Всем хватило? Вот. Два текста. Какие у кого есть соображения? Давайте начнем в хронологическом порядке, то есть с Хармесом. Можно прям вот... Нет, первая штука, взросилась в глаза, и по воде придут каши. Мы соберем эту кашу, и начали смеяться. Пиши мертвецов, можете. Здесь что-то с... Вот. Перед смехом с окнами. Так, вот, хорошо. Давайте начнем... Давайте начнем с начала. Пораньше. Пораньше, да. Пораньше это еще не является, по-другому. Я родился в камуше. Не было у меня ни папы, ни мамы. Не было ни папы, ни мамы. Хорошо. Я родился в камуше, как мышь. Моя мать меня родила и положила в воду, то есть в лже. Еще раньше. Давайте начнем вот еще раньше. Как мышь. Да. Давайте начнем с как мышь. Мышь это... Как мышь рождаются. А мышь самозарождаются в салоне. Да. Да. Я родился в камуше, как мышь. То есть самозародился. Мать там, может, и была, он родился но сам. Ну, мать, но при этом моя мать. Да? Ну, смотрите, на самом деле... Возможно, мать-то камыш. Возможно, мать-то камыш. Мать-то не так, кто родила. А хотя нет, меня родила, меня родила. Или земля. Невозможно, что мать, это мать-земля, вообще-то говоря. Как я уже говорил на самой первой лекции, что мыши могут рождаться не только в салоне, мыши могут рождаться из глины, прибрежной. И есть совершенно конкретные тексты, там Страбон, например, с ссылкой на это, строительный физиолог, которые говорят, что там вот в Египте была засуха, и там рождалось из глины, из прибрежной нильской глины столько мышей, что просто ступить невозможно. Думаешь, Хармс был в курсе, или он что-то такое поймал? Вот это всегда вопрос. Вот конкретно про Хармса, может быть, он и был в курсе. Но, как бы, давайте поговорим об этом в конце. Был ли Хармс в курсе? Мышь, это же проводник шамана, один из проводников шамана. Животное трикстер и животное медиатор, что называется, животное путешествующее между мирами. И, между прочим, животное очень хитро, вечно какие-нибудь границы, любая граница, она так или иначе, в конечном итоге рассматривается в традиционном сознании, как границы между нашим миром, миром и жизнью, миром и смерти, какие-то границы постоянно прогрязающие. Если кто-то был на первой лекции, помнит про магический круг Фауста, я рассказывал про него, помнит кто-нибудь, слышал кто-нибудь, ничего не вспоминается? Помню, конечно. Ну, кто-нибудь, кто-нибудь расскажите. Ну, просто уйдет, когда Фауста вызывает, впервые, Мисистофеля, он не может уйти, как раз Мисистофель вызывает мышь, которая прогрызает. Да, он капает масло. Ну, есть русские былички, про то, как мышка прогрызла дырку в новом ковчеге, он чуть было не потонул, если бы кошка не съела мышку и своим постом бы не заткнула дырку. Это вообще магическое. Съел мышку и сейчас он дыр красный. Да, да. Вспоминаем историю про курочку и яичко, да, где мышка тоже оказывается таким персонажем своеобразным. Да, мышь может быть проводником шамана. Ну, есть прямо вот у Мирчилиады конкретные ссылки на автобиографии шаманов, которые говорят, что меня провожала, мне там боги дали проводников мышу и горностая. По сути дела, мышь это ключевой такой, ключевой животный, опять же, в сказках и про яичко, и про эрку. Без мышки ничего не причем. То есть я родился как мышь, это я можно прочитать, как я самозародился, как я родился в начале времен. Чтобы быть своим в этом мире и в нем. И чтобы быть своим в этих мирах, чтобы путешествовать между мирами. И без мыши ничего не происходит. И без меня не завертывается мир. Да, и без меня не завертывается мир. Репку не вытащим. Дальше. Хорошо. Моя мать родила меня и положила в воду. Я предлагаю, ну, на самом деле, все, какие есть мысли про мою мать. Мы вроде бы сказали, да, что матери-то, если это мышь, то могло бы и не быть. Ну, могло и быть, могло и быть. Здесь не говорится. Могло и быть, но тем не менее, мать покидает героя. Да, герой становится сиротой. Кладет его в корзину, как раз. Так, кладет в воду. Но тем не менее, мы сиротами... Так, кладет в воду, ничего не напоминает мне Моисей. Моисей. Моисей, а еще? Саргон. А еще? Кромовый рэм. Ах, ну, там, нет. Вот. Вот, подземные границы, это как от них, отводные границы. А, этих ша отправляли к подземным, к подводным царям. Там, заоборот, у царя схватил. Чего ты у себя дома не знаешь? Отдай мне курчу, что ты у себя не знаешь. Царевичей вечно туда сплавляли. Ну, вода, это как бы вообще отдельная тема, вода, река. Судя по всему, это река. Все потому, что он поплыл? Да. Опять, поплыл это еще, еще пока не факт. Ну, хорошо, но все равно вода, да, некоторая вода. Определенно. Положила воду. Ну, еще кого кладут в воду, кроме всяких младенцев-необычников? Покойников. А, кстати говоря, Ромул и Рэм. Их же тоже-то положить сначала в корзину, и они поплыли. Покойников. А еще кого? Жертвы? Да. Жертвы вполне себе. А еще, если мы говорим про христианскую эпоху, то иконы нельзя было ломать. Иконы нельзя было ломать, их нельзя было, не знаю, там, каким-то образом уничтожать. И когда икона была, ну, как бы, слишком закопченной, вот, и непригодной к патрульной причине к использованию, то что с ней делали? Знаете? И уклали на воду. Ее уклали на воду ликом вверх, и она уплывала. А я не знаю, а я встроил бы эти самые склады. Ну, понимаешь, как бы, склады бумажечек или даже пергаментов. Это еще, как бы, куда не шло. А если это склады липовых досок вот такой толщины, это будет действительно первяной сарай, через некоторое время. Ну, или просто стоять бы и не настолько щепетильным. Вот. А вполне возможно, что просто это... Я знаю эту традицию на Руси, не знаю, была ли она в Византии, кстати. Вот. Но вполне возможно, что это было по наружению все той же идеи, что отправляют к предкам, отправляют в потусторонний мир. Отправляют, по сути дела, туда, откуда она вздевалась. Ну, по сути дела, это пришло, получается, что в христианский курс. Да, да, да. Еще вот это вот положить на воду, да, отправить в пищу. Видимо, это было все маленьким. Вот. А? А? А, так... Эх, эх, вы молчите. Я спросил, у всех есть текст? Вот. Хорошо. Еще какие-нибудь есть фантазии про воду? Какие-нибудь мысли? Непонятно. На поверхности или он перешел за пальцем? Положил в воду, да, положил в воду. Совершенно непонятно, суть в том, что какая-то рыба, кого-нибудь скажет, что стромпопилант под водой, на самом деле не плачет. Под водой или на поверхности, вот еще не поверхность. Вот, хорошо. И поплыл. Плывет он, плывет. Опять же, самый литвый течение. Непонятно. Тоже непонятно, да. Дальше. Какая-то рыба почему-то с четырьмя усами носу кружилась около меня. Я заплакал, и рыба заплакала. Нет границы между новым миром, психологом, и у меня. Отлично. Хорошо. С ассоциацией я вспоминаю японцев и китайцев. Да, у них четверка смерти возкачает. А, вот. Интересно. Хорошо. Отсутствие границ между собой и миром, отличная, на самом деле, идея. Но это не обязательно психоз. Рыба смерти, ассоциацией. Рыба смерти. Опять же, он источает воду, и рыба источает эту же самую воду, в которой они находятся. Они сами порождают ту среду, в которой находятся. А почему они плачут-то? Для порождения среды. Для порождения среды. То есть они плачут, чтобы создать в этом моде слез, как Алиса, да? А, как бы, ну, то есть они, как бы, их, как вы считаете, их плач никак не связан с их эмоциональным состоянием. Исходное, конечно, имеется в виду, что они друг друга испугались, а потом снили вместе каши и породнились, им стало хорошо. Да, ну, смотрите, здесь просто заплакал, в этом, представляется, мы начали смеяться. Плач и смех. То есть здесь, все-таки, я думаю, плачут никакую черепашу, которые вышли на берег и избавляются от излишков ссори. Мне кажется, все-таки человеческий плач. Они там делаются? Да, да, да. И черепачи, кокодилы, плачут, просто избавляют. Да, плачущая рыба, это как-то сразу трешиварение. Ну, в общем, как бы это человеческий плач. Нам точно не хватает за волк. Ну, просто я думаю, что это человеческий плач. Почему они плачут так? От изкуга, от друг друга. Да, мне кажется. Это отлично. Ну, смотрите, у человека, она к нему припыла, и он не испугался, да? Они еще не знают, что перед ними, что это за неведомая хрень передает. Ну, что, рыба не знает, что это... Ну, рыба могла бы уплыть, но она продолжает, как бы, быть здесь. Какие еще степло, и бы своеобразная речь? Есть непорядок. Своеобразная речь, да, самая непосредственная, притом, да? Самая такая, ну, тоже древняя, архаичная. Они еще не говорят. Они только, как бы, ну, непосредственно эмоционально у них происходит общение. Что еще символизирует у нас рыба? Я понимаю. Ну... Как рыба рыба? Да, 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 да. Рыба 16-16, 16-16. Это женщина рождает. Тотемная животная. Первопредок тоже. Ну, первопредок, да, да, тотемно животный. Реба всякая вещь, которая в лавде будет. Не, ну, кстати, как вариант, в принципе, рыба, она же еще всегда молчит. Возрождение. А, собственно, человек в социуме, как раз он проявляет в себя своей речью. Вот это первое, о чем он себя проявил. Как раз вот такого вот, только родился, вот... Вот, вот... Вот... на одной из лекций отличную интерпретацию неких двух обрядов, связанных с рыбами. Не помнишь уже, Егор? Нет, уже не помню. Это, видимо, было что-то неспосредственно. Да, видимо, что-то было непосредственно из космоса. Ну, про... Я рассказывал про рыбу и месячные, да, я рассказывал эту странную, эту странную. Давайте я расскажу еще раз, может, Егор еще раз осенит. Потому что работают на него. Что, ну, может, мифология вообще так работает. Голопоковая песенка всем. Что история номер один из фольклора Папуасов Киваи. Это район, примерно, господи, Папуановой Гвинеи. Что жил-был некий Сида. Первый человек, который умер. Тоже, кстати, был предок, да? И была у него жена. И вот однажды женщины той деревни, где они жили, отправились ловить рыбу. Женщины загнали рыбу в пруд и переловили всех рыб, кроме самой большой. А жена Сида сидела на берегу, потому что у нее были месячные. И женщины пытались поймать самую большую рыбу. Но у них никак не получалось. И в конечном итоге жена Сида зашла в воду, села на копточке, рыба почувствовала запах крови, поплыла к жене Сида, скользнула у нее между ног и, как бы сказать, проникла в нее. Ковыляя, жена Сида вышла на берег, рыбу из нее извлекли, и она приготовила из рыбы кушанье для Сида. Сида вернулся с охоты, съел уже теплее, вот, съел рыбу, но жене оставил только одни косточки. Ну, как бы обобщая, что происходит дальше, там происходит тот еще балаган, скажем так, что жена, видев, что ей остались одни косточки, ушла в царство мертвых, превращаясь по переменам в разных животных и выйдя там замуж вообще за общедлевого чувака. Вот такая история Этраст. Вторая история. Как это называется? За тем временем в Архангельске существовал такой свадебный обряд, когда невесту перед свадьбой натирали огромной рыбиной, потом ту рыбину приготовляли, в бане натирали, то есть даже голую ее натирали, голую, потную. Вот. Потом ту рыбу приготовляли и угощали этой самой рыбой жениха, чтобы у них в семье была загадать и всяческая радость. Егор? Не сработало. Не сработало. А дальше тогда вопрос к аудитории. Что вообще значит весь этот бред? Как это связано? Что это может означать? о том, как муж съедает это существо, которое одно из первых будущих ребенок дляшло. Будущий ребенок. Вот это уже, мне кажется, да. Будущий ребенок это как бы имеет уже перекличку со сказками. Есть змею или рыбу и забеременеть нередко в сказках это одно и то же. Сказка сказок. Да, сказка сказок. А там как раз еще морская змеяка. Там морской чудовище. Морской чудовище. Ну, змеи подошли. Дерево познал, может, анекдот съел на зме? Переводы для чего? Переводы, да? Мы, наверное, на пути. Так, хорошо. они пам! А если в таком случае они находятся по две стороны от границы, один родился, другой еще нет. Во! Породился и не родился. Вообще, как вы считаете, он живой или нет? Нет. Ну, тот, кто за границей. Вот, кто, лилический герой, скажем так. Он вообще живой или не живой? Который как мышь? Который как мышь. У меня ощущение, что он живой, но в царстве нет. Вот. Ну, опять-таки, да, наводящий вопрос в традиционном сознании новорожденный младенец, он живой? Нет. Пока с ним что-нибудь не сделает украинного ритуального и он еще вообще нет. Пока его имени нет. Ага, пока его, ну, по-разному, да, украинного имени нет, пока три дня не пройдет, пока его вас в груди не приложат. И в принципе, поэтому там очень многих времен убить новорожденного младенца не велик грех. Потому что, ну, как бы, он заглянул на секундочку и не пошло. И не пошло. Да, этот предок, который заглянул на секундочку и не пошло. Это там старик не доумер. Да. Откачали. Откачали. Ряди мазы. Хорошо, хорошо. То есть, смотрите, друзья, он как бы не совсем живой. Или, может быть, он не совсем доумерший там. Поэтому... мы даже не понимаем, он на поверхности воды или нет. Читал кто-нибудь священную книгу Баканона, которая, она же, «Голыбей для кошки» есть там замечательные слова. Ты перед каждой смертью слезами и зайдешь. Ну, нет ничего удивительного, что человек плачет. Ну, невеста перед свадьбой плачет, старики перед смертью плачут, младенцы, когда рождаются, плачут. Маленькие мальчики, которым отрезают крайнюю плоть, плачут. Ну, стараются не плакать, конечно, но все, говорят, плачут. Но матери по ним в деревнях точно плачут. Как же переход на новую ступеньку для этого? Друзья, ну, собственный опыт-то вспоминаем, когда там, не знаю, когда родительский дом покинешь. Когда школу заканчиваешь, когда, да, школу заканчиваешь, не хочешь заплачивать, все равно заплачешь. Ну, в смысле, ну, мальчики-то нет, они будут смотреть в сторону и думать, когда это все закончится, но девочки обязательно заплачут. Еще культурно-специфическая вещь. Вот. Ну, я не говорю здесь про все, да, но что... Тенденции есть. Тенденции есть. То есть плач это очень часто идет как сопутствующие инициативы. Вот. Любому переходу. Любому переходу. Любому переходу. Это тоже отчасти инициатива. Конечно. Ну, я бы сказал, что инициатива какой-то переход, а не надо... Ну, каждый раз для себя в принципе. В общем, наш герой себя оплакал и после этого причастился каше от этого мира. Да, а каша это что такое? Пшено. Ну, а по сути дела каша это что? Это зернышки. Да? Зернышки это то, что кидают в землю, оно умирает и прорастает. Он покушал кашу и стал смеяться. А почему стал смеяться? Потому что смех это жизнь. Смех это жизнь. И каша это жизнь. Он насытился. Стал и мишник. Да, вот и я, когда голодный. Мы смели кашу, стали смеяться. И рыба тоже, смеющаяся рыба. А это странно, чтобы она в чем-то вместе с ним жила. А в каком, кстати говоря, мультике, там тоже некто плывет по ручью и встречает там рыбу. Ёжик в тумане. Ёжик в тумане, да, 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 да. Ёжик в тумане, да, 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 да. Ёжик в тумане, да, да, да. А вообще, как бы, общение кое-кого с рыбой ничего не напоминает, никаких ассоциаций не растет? О, это самый старик, который закидывал нервы. Старик, который закидывал нервы, а вот чтобы так, чтобы они с рыбой находились в одной, как бы сказать, плоскости. Старик и море. О, окей, хорошо. Кстати говоря, у Хуменблея это есть. Я не знаю насчет старика и моря, это совершенно точно есть, господи, в островах в океане, когда мальчик ловит какую-то большую рыбу, и он говорит, ну, и он связан с этой рыбой при помощи лески, которую он забросил, и он разговаривает с ней. Вот это вот ощущение борьбы и в то же самое время единства, то есть сначала он ее ругает, говорит, что она ужасная, что она отвратительная, то есть он стоит на жаре, он не может отойти от этой удочки, он ругает, а потом он начинает ее, ну, как бы, это его захлёстывает, на самом деле, совершенно мифологическое, совершенно физическое вот это чувство, начинает ее хвалить. Он говорит, нет, ты хорошая, я знаю, что ты хорошая, потому что мы с тобой одно целое. Ну, я не помню, есть ли там достоверно у Хомингрея в романе такие слова, но то, что он переходит от того, что он ругал ее, потому что, ну, по сути дела, от слез к смеху, ну, то есть, схематически, да, выражаясь, от того, что он ее ругал, потому что он начал ее хвалить, и, ну, когда мы кого-то хвалим, мы так иначе ощущаем какое-то единство с этим человеком, мы его впускаем в наш, как минимум, в наш некий космос, то есть, мы его не отторгаем, а мы его принимаем, да. Это было в Библии, в которой вы были. Да, во, 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 вот именно по нему, вот именно на него я намекал, да, господин Иона. Мы с ней съели эту кашу и начали смеяться. Нам было весело, мы плыли по течению, видим все-таки течение. Интересно, что нет ничего про течение до того, как они съели кашу. Движения нет. Мир тоже был немножко мягкий. Вот, мир тоже был, мир как будто тоже был немножко мягкий. А я вот еще в последнее время думаю о том, что с самого начала, когда он родился, это как будто бы еще и мир вокруг него зародился же. И когда вот он зародился, то встреча с рыбой это первое, первое то, что, то есть у нас есть мир, это как среда, в которой он появился и которую он сотворил сам и при сотворении себя. И первое, что он встретил, это вот была как раз та рыба, которая выпала. Это было первое взаимодействие с чем-то, что пришло уже откуда-то еще. Откуда-то то, что вот уже не среда, уже что-то, с чем можно взаимодействовать. И когда он встретил уже дальше кашу, которую они встретили, то они уже как бы породнились и уже дальше будет что-то дальше, уже что-то начнет развиваться. И стабильность, из какой-то такой водной благодати, обычности, она перейдет уже в движение и появляется как раз вот уже течение. Вообще, они оживает, осложняется, не появляется. Вообще, это очень интересно. И это, ну вот нам не хватает поймут биолога, нам не хватает еще и физика, потому что я не знаю, как это в физике, но в мифологической картине мира движение, это один из атрибутов нашего с вами космоса, обязательно. И это, как бы сказать, подчеркивает эту идею то, что когда-то, во время Оно, это движение было не запущено. Картина мира была статична, как Трисон, вспомните, да? Да. Вот этот кусочек даже с точки зрения буддизма можно рассматривать как появление сознания, которое потом начинает дробиться, которое потом создает себе иллюзию второго персонажа, рыбы, которая повторяет, собственно, действия. дефлексивно. Да. Изучается диалог, в диалоге срождается собственный человек, в котором он живает. И вот так вот медленно разворачивается такая шизофреническая, традиционная буддистская картина о том, что всё вокруг Мара. У меня почему-то создалось вот очень бредовое ощущение, что вот это вот как мышь и рыба, это как прародители мира, как мать и отец вообще всего общего мира. Рыба, как бы сказать, в существовании традиционного мышления, я бы сказал, что это существо близкое к яйцу в чём-то. Что так же, как яйцо, это непонятно что, так живое, так не живое, а рыбу то же самое. Ну, не говоря уже о том, что вы карася можете заморозить во льду, и он вроде как умрёт, а потом положите этот лёд в ванну, и он вроде как начнёт плавать, да? Вот. Ну, вообще говоря, что-либо рыба скользкая, молчаливая и холодная. И холодная. И она не моргает. Вот. И она не моргает, но вообще, как с выражением Александра, она не моргает. Мимика бедная, скажем прямо. Вот. И поэтому она вполне может ассоциироваться как раз-таки с нижним миром, с тоническим миром, с голодным миром. Про движение я вам вещал рассказать озвучательную историю про Адама и Леву, но, наверное, уже не успею, расскажу её на вечере сказок. Приходите на вечер сказок и, пожалуйста, напомню. я вам сегодня засидеться ещё полчаса. У нас ещё песни Орехева не разобудованы. Мы ещё и на сказку дарим Орехеву и займёмся этим сласть. Я думаю. Вот и мне про эту интересную очередь. Хорошо, давайте тогда я просто скажу про Адаму и Еду. Про Адаму и Еду, да? А будешь, когда думаешь? Съели кашу и начали смеяться. Плыли по течению и возникло течение, возникло какой-то ход чего-то, куда-то, направленное движение. Сначала нет ни реки, есть просто только вода. Нет ни течения. Тут возникает направленное течение. А вообще течение скорее всего время. Время, да. И время и пространство. Потому что течение это одновременно и время и пространство. То, что перемещение. Это он был куда-то течение, а просто куда-то. Вот. Да, и, кстати говоря, это тоже важно, что рыба вокруг меня. Я находился в центре, а вокруг меня двигалась рыба. Всю леду. Ну, вообще говоря, друзья, вы держите, что текст бредовищный. Вот. Что говорил Хармс к 1934 году. Да, да, да. Потому что если это читает человек в своем уме, как-то в кэролсовом смысле, да, все мы не в своем уме. А нам интересно. То текст бредовищный абсолютно непонятно о чем. Мы сейчас из него вылуживаем космогоническую картину, мало того, в центре которой оказывается автор, который вообще-то, говоря, писатель. Идем дальше. По исключению и встретили рака. Ну, про рака есть какие-нибудь ассоциации у кого-то, мысли, собрание, почему рак, что вообще-то за существо. Рак же подземного мира. Рак пятится. Ну, подземного, да, раки в народных, опять-таки, да, верно, у них раки и черти живут, наверное, в одном месте, считают, что они живут в обуке. Он пятится, это странно, ну, вообще, как бы, вы никогда не думаете, что это странное существо рак? То есть, про то, какое караул, какое странное существо, есть даже русская быличка, что когда бог и черт вместе творили землю, то черт сотворил рака, но не мог его оживить, потому что у него не было имени. И он пришел с этим раком к богу, сказал, ну, что это такое? Бог ему сказал, ну, это рак, 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 закричал черт, и как бы, и теперь надо всегда вот припоминать черта, когда видим рака. Это первое. Второе, что когда бог раздавал всем животным глаза, то раку ему глаз не хватило, и остались какие-то поскребуши, какие-то, ну, ерунда какая-то. И бог спрашивает у черта, ну, бог говорит черту, ну, вот видишь, глаз не хватило, осталась какая-то ерунда, вот что с ними делать, вот ума не привожу. А черт, который такой, трикстер, шутник говорит, а, засунь в жопу. И с тех пор, рак пятится назад, ну, и потому что глаза у него в жопе, на самом деле. Вот. Рак, это очень странное существо. То есть, он, как известно, ни рыба, ни мясо. И ни рыба, ни мясо, я завтра, турист, тракторическое существо. Поэтому весьма. Вот. Ну, как бы, если честно, если кто видит живого рака, выглядит он вообще не очень съедобно, и не очень аппетитно. Будем честны, но вы, похоже, насекомое, чем... что-нибудь нам привычное, особенно если его там, не знаю, достать из воды, начинают пузыри пускать. Ногами шевет. Живет в воде. Есть мертвичина. Да, есть мертвичина, вообще-то говоря, еще и падальщик. Очень странное существо. Очень странное. А бывает, таскает раковину еще за собой. Ну, просто как бы, да, это... Я сейчас говорю про славянский контекст, да, а вот, да, еще и про спектр. вот они под водой полную. Хорошо. Кстати говоря, есть такое, есть такое поверье, что для того, чтобы вылечиться от лихорадки, надо выпить воду, которая, либо в которой 12 ночей жил рак, либо по другой версии, настойную на 12 раков. Я не знаю точно, что нужно, чтобы там 12 ночей, каждый из 12 раков прожил, что я не знаю. есть доктор. Чего? Да, вообще прилежал. Вот самый цибис. Ну, так что, смотрите. Тричная штука рака. Дальше, интересный эпитет начинается. Это был древний, великий рак. В первом времени? Топор. Он держал в своих клешнях топор. Версии? Топор появился раньше ничья. Топор появился раньше ничья. Это верно. Но это культурное, какие-то следы культуры. Это рукотворное. Это орудие труда. Это не орудие войны. Это орудие всего, на самом деле. Каменные топоры, по-видимому. Там, кстати, историческая справка. Можно считать топор первым орудием труда? Или не можно? Полка к полку. Не думаю, честно говоря. Ну, рубила, по крайней мере, каменная рубила, это определено. Самый первый, это чокер или чокер. Чокер, это что такое? Камни эти, галька, отбитые, либо одни в конце. Но, тем не менее, это даже не нож, а это топор. Все-таки, что-то очень-очень древнее. То есть, он и создает, и разрушает. Он и создает, и разрушает. Вообще говоря, это и орудие, и оружие. Помимо прочего. Ну, это функциональная вещь. Ну, функциональная вещь. Но при этом, вещь уже относящаяся к культуре. То есть, это, ну, если не считать, кстати говоря, каши тоже вещь, относящаяся к культуре. То есть, они здесь сталкиваются еще с некой культурной реальностью. Но, если каша, это все-таки, как бы, зерна, хоть и температурно обработанные, то здесь это вообще, как бы, ну, орудие труда в полном смысле. этого слова, как-то по, орудие по производству средств производства. Уже, как бы, более высокого уровня, уже не пища, уже, что-то другое. запутку. Да, очень хитрая, последовательная вещь. Я бы еще отметил, что топор, как бы, его основная функция какая? Колоть. Колоть. Рубить. Рубить. Расчленение. Расчленять. Ну, 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 про расчленять. Еще давайте вот подумаем в ту сторону, в ту сторону расчленять. Расчленять, расчленять ничего нет. Не, ну как раз именно из того, чтобы что-то создать, изначально из чего-то целого. Инициация, а инициация у нас повторяет, по сути дела, какую-то космогоническую картину. Она повторяет, потому что первая инициация – это разочинение первопредка из Немеха. Если можно так выразиться. Вот. Проводить границу. Интересно, опять-таки, в русских выличках есть очень ужасный... Я вам все советую, может быть, даже не столько читать сказки, сколько бы лички, вы прохочетесь. Потому что я просто подсел, на самом деле, на это дело, потому что они удивительные. Они звучат как бред, но ты начнешь в них вдумываться, и ум начинает заходить за разум. Есть замечательная история про то, вообще откуда у человека взялось разделение полов. Была такая история, что Господь Бог сотворил небо и землю. И сотворил людей. Люди еще были глупенькие, и горенькие, и бесполые. И посадил у них, как малых ребят, в избы. А сам лег спать. Но сказал строго-настук, из избы не выходите. А Бог, Он творил мир не один, а у него постоянно вертелся черт. И жил он в этой избе в подполе. И только Бог уснул, как черт вылез, да, с мышами, с мертвецами, с косой ярой. Как черт вылез и сказал, ну чё вы сидите-то? Там снаружи цветочки и птички. Уж больно, баска, хорошо, и ладно. Чё вы сидите-то здесь? Выходите. А сам встал у двери с топором. А люди-то были глупые и стали выходить. И пошел первый человек. А его черт промеж ног топором и угодил. Вот и вышла у черта баба. А Бог проснулся, видит, что ничем гоня не помочь. И придел мужику шишку и сказал, что ну вот, теперь затыкай бабе дырку. И вот с тех пор как бы люди... А почему нельзя было по-человечески? По-человечески это как? Починить... Починить, как мы знаем в стрессовом мышлении, починить ничего нельзя. Можно было сломать и сделать все заново. Но этого нам нельзя. Это и есть и буличка сотворения мира. Это в нет смысле буличка сотворения мира. По крайней мере сотворение человека двух человеческих полов. То есть это о происхождении вообще в квалификации как это называется. Вот вам, пожалуйста, и топор. Топор это разделяющее начало. Про австралийцев, кто невнимательно читает мою группу, я всех узнаю. Я специально опубликовал этот миф. Про... Никто ни одного лайка не поставил. Негодяй. У племени Аранта или Арунта есть история про первосуществ, братьев божественных, которые буквально ножом расчленяли вот это прачеловеческое существо. И все человеческие органы появлялись в результате надреза. То есть когда-то ладонь была целостная, а потом в ней стали делать надрезы и отделять по одному пальцу. Когда-то лицо было сплошным и в нем стали делать надрезы и получились глаза и рот. Когда-то мужчин и женщин были одним, потом их целостность была нарушена. Видите, здесь тоже целостность нарушена и ее надо восстановить путем, вообще говоря, сексуального слияния. Но это очень интересно, как это согласуется, например, с Платоном. Вы помните про его андрогину, да, у Платона. Чувствуете вообще как-то связь, как связаны между собой совершенно разные вещи? Топор. То есть вполне возможно, топор это универсальная культурная вещь для того, чтобы сделать культурного человека из еще, как бы сказать, вот этого еще недостаточно дифференцированного существа, которое там плывет вместе с рыбой. Окей. Дальше. Дальше вообще развитие событий происходит достаточно динамично. За раком плыла голая лягушка. В смысле? Нет, не знал. С белорусской точки зрения тоже конечности, но чё там конечности с меня ходили. Дальше идёт рак, у которого есть клешни, которые чем-то даже напоминают руки, и он может держать топор. И рыба, и рак голые, вообще говоря. Ну, не провоци к лягушке. Не провоци к лягушке. Но голый назван только лягушка, у которой, вообще говоря, есть уже и пальчики. А ещё она может дышать. Она может дыхать. Она может закрывать, открывать глаза. Она может петь. Рак может прятать глаза у него. На столбика, в принципе, да. Но она может издавать звуки первая из всех вот этих перечисленных персонажей. С точки зрения эволюции она сама. В общем, начиная с определенного момента эволюции, неловко быть... С точки зрения эволюции, ну, нам опять не хватает биолога, наверное, здесь... Ну, конечно, лягушка была позже. Ну, наверное, да. Рыба вышла, наверное, с перечисленного. Вот. А рак гораздо раньше делился. Прекрасно, хорошо. Мне только рады. И вдруг лягушка осознаётся как голая. Рыба не голая. Рак не голый. А лягушка голая. Даже ребёнок возможно не голый. Ну, опять же, есть... Кто-нибудь знает какие-нибудь, не знаю, истории? Вот и лягушка царевна. Кто-нибудь знает какие-то истории, былички какие-нибудь, тоже... Такие концепты, мифы, связанные с лягушками? А, кстати, и рак, они не голые, они не голые по другой причине. Есть же такое, что нельзя есть рыбу, которая не покрыта чешуёй. То есть, это разумеется, что у рыбы чешуя. Это её прикрывает. У рака панциря. Это его тоже прикрывает. А лягушка реально... А лягушка реально голая. Ага. У него реально плохо. Да, хорошо. То есть, её вообще ничего не прикрывает, не защищает. Это как аргумент. Хорошо. Что же это за лягушка такая? Ну, во-первых, да, вспомнили лягушку царевну. Лягушка царевна, которая вообще говорит человеком, оказывается. Да. Только трудности у неё. Вот. 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 Вот рыба царевна, и рак царевна, вот как-то, ну, не так, да? Нет таких ситуаций, как лягушка царевна. Царевка рыбка. А? Ну, это рыбка, наверное. Вот. Ну, в сказках «Тысяча одной ночи», в принципе, есть там образ этих разноцветных рыбок, которые, на самом деле, люди. Ну, это всё не детское строение. Вот. Но, тем не менее, в европейской фольклорике есть и принц лягушонок, и царевна лягушка, опять-таки, в тех же самых быличках. Лягушки – это фараоново войско, которое превратили в лягушек за то, что они принялись за Моисеем. И убивать лягушку, вообще говоря, грех, считается, потому что когда-то была лягушкой человеком, и была наказана она лягушачьим образом за то, что была недостаточно послушной, почтительной к родителям. Мне кажется, я поняла, почему лягушку везде упоминается. У меня какой-то взгляд умных, и голос человечек. И пальчики. И пальчики. И пальчики. У меня есть ситуация с человеком. И кожуля такая. То есть, мы, вообще говоря, подошли к человеку, и тут вдруг, мы подошли не просто к человеку, а мы подошли ещё к его, ну, к такой характеристике, уже достаточно социальной, и связанной с другой космогонической историей с Адамом Левосием, к ноготе. То есть, лягушка, она не склизкая, она не зелёная, она именно голая. То есть, была подчеркнута, подчёркнута, простите, именно это её черта, именно это её характеристика. И что же дальше? Почему ты всегда голая? То есть, это не случайно, явно подчеркнуло. Спросил её рак носить культуру и панциря. Да. Спросил её рак носить культуру и панциря. Как тебе не стыдно? Здесь, получается, появляется не только ногота, да, как в эти положенности одетости, а появляется, вообще говоря, стыд, который сейчас социальный или нет. Здесь нет ничего стыдного от этого лягушка. Лягушка вообще такой дизанёк. Между прочим, почему ты всегда голая, это вообще первая реплика, которая появляется в тексте. Да? Её первая реплика Варвар Крок. И её, эту реплику, изрекает рак. Рыба молчит. Главный персонаж молчит. Рак спрашивает о лягушке. Как тебе не стыдно? Здесь нет ничего стыдного, говорит лягушка дизанёк, да, ответил лягушка. Зачем нам стыдиться своего хорошего тела, данного нам природы, когда мы не снимся своих мерзких поступков, созданных нами самими. Ну что, скажем, про этот диалог? Здесь нечего говорить. Ссылка же очень подробная. Ну, вообще, здесь есть противопоставление. Если мы говорим про первичный бульон, в котором ещё ничего нет, если у нас здесь идёт разворачивание так или иначе, к самогоне, то здесь уже довольно дифференцированные вещи появляются. То есть, у нас едва-едва у человека формируются органы, да? Едва-едва там сформировалось время и пространство. А здесь появляется что? Во-первых, природа и противопоставленный ей человек и его поступки. Ну и говорят, что или общество, например, да? Если мы говорим про многих людей. Во-вторых, вообще вопрос стыда и совести, тоже, как бы, культурные реальности. То есть, существа говорят о культурных реальностях. У меня вот почему-то странное ощущение, что мир только-только создан, и какие-то уже поступки. Откуда они? Мир же только-только создан. Но они там уже есть. Потому что время там совершенно не очевидно и не линейно, в начале времён. Да. И, кстати говоря, ещё начинается противопоставление данного нам природой и культурного, созданного нами самими. То есть, здесь вообще идёт противопоставление, в этом коротком диалоге идёт противопоставление, о чём мы с вами бесконечно говорили. культурное и природное, индивидуальное и безиндивидуальное, да, ну, коллективное или, здесь в данном случае, ничего, своё и чужое. Я поняла важные вещи. Мы упустили то, что не просто рак встретил лягушку, а голая лягушка была за раком. Она не спасала, у неё явно болело. И вот она ему, на его маленький вопрос выдает тираду. У меня даже ощущение было, что она его догоняла. Да-да-да. Чтобы она и спросила наконец-то. Может быть, и ты, чтобы спросила, чтобы ему ответить? Конечно. То есть, здесь идёт противопоставление культуры и природы, ну, впервые такое чёткое, да, ну, как бы, морального закона и естественного закона. То есть вот проводится эта граница. То есть, но она проводится не как в архаических текстах. Это, смотрите, совершенно литературные формы – она проводится не как в архаических текстах, она проводится по законам литературы, она проводится в дискурсе и в диалоге. Я думаю, что Харф, на самом деле, очень много что понимал, Потому что он понимает эту структуру, понимает, о чём он говорит, и он смеётся над ней. Он берёт, как многие филанские органисты, он берёт язык, он берёт способ выражения, он берёт несуразицу архаического мифа, и в какой-то момент щёлк, и он начинает туда вводить риторику, ну, извините меня, ну, может, не Нюрне Достоевского, но совершенно литературную риторику. И тут у нас всех втягивают с лицами. Да, здесь нет ничего стыдного. Зачем нам стыдиться своего хорошего тела, данного нам природой, когда мы не стыдимся своих мерзких поступков, созданных нами самими? Вот лягушка говорит. Ни в одном архаическом тексте вы такого не встретите. Это литературные абсолютные обороты. То есть мифология, 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 раз, появляется сознание, рождается литература. Игра потрясающая. Дальше идём. Ты говоришь правильно, сказал Рак, так тоже такой лизанёк, да? И я не знаю, как тебе на это ответить. Я предлагаю спросить об этом у человека, потому что человек умнее нас. Ну, это, в принципе, похожая история на немного фольклёрный такой оборот, да? Там какая-нибудь там тяга между животными, какая-нибудь... Да-да, когда приглашали... Человек-человек как телеский судья, это фольклёрный оборот. Но у меня есть, так сказать, интерпретация происходящего. У нас была стадия докультурная, да, вначале. Потом у нас была стадия культурно-ритуальная такая, а тут появляется научное мышление. В этот момент. Спросим специалисты. После вопроса литературных возникает научное мышление, и эта самая культура вынуждена сдаться и поддерживать учёного. То есть сначала появляется литература, да? О, привет. Хорошо. В первый раз фигурит слово «человек», вообще говоря. Да, всё-таки героин человек. То есть начался диалог, и только в диалоге рождается слово «человек». До этого он... Это было неважно. Некто, да? Это было неважно. Или он не был человеком. Скорее, он как мышь. Кто это? Непонятно. Он как мышь. Нет, некий я. Все, что по нему знают, он как мышь. И дальше вводится ещё, как бы сказать, не просто человек, а вводится вообще некий культурный контекст, который как бы оставался за скобками, но для нас совершенно не очевидно, что он вообще существовал. Мы умны только в баснях. То есть, оказывается, где-то ещё есть басни, которые ещё кем-то написаны, написаны человеком. То есть, культура уже существует, вроде как. То есть, вот этот вот огромный, непонятный, чужой, хаотический мир вдруг становится всего лишь там какая-то море-не-море, а лужка среди города. То есть, наличие басен где-то там нас, на самом деле, очень утишает. Потому что это не первозданный океан, а это, получается, ну, какой-то что-то вполне в приемлемых каких-то границах, рамках. Потому что это было личное время этого самого героя, который родился, а теперь мы вышли на культурное время. Оно огромное, там и столько. Это получается точно так же, как матрёшка, ты выходишь на мимо, оказываешься в другом? Да, вполне, почему бы нет. Выходишь из лужи, оказываешься в другом. В следующем обзорце лягушка выдала совершенно несвойственный животным из басен перл, а в следующем обзорце она уже не может это сделать. Ну, вообще говоря, и животные разговаривают только в баснях и сказках, но это никого не волнует, понимаешь? Да, ну, до этого это никого не волновало, а тут появились вот эти рамки. Да, 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 появляются ещё новые рамки. Вот, вот она, матрёшка. А вот творение, кстати. Вот, рамки, рамки. Сначала появляются самые примитивные рамки. Вообще, как бы, получается, появляются самые примитивные «я» и «не я». Вот, потом начинаются какие-то пространственно-временные рамки. А сейчас вообще, потом культурные рамки. Вот, а потом, что мы вообще понимаем, что где-то существуют вообще басни, и, может быть, библиотеки, где они хранятся. Ну, что-то вообще существует, какой-то существует культурный контекст. Появился в литературе. Да, да, ну, вообще литература сюжета конкретная. Ну, тут рак увидел меня и сказал... Да и плыть никуда не надо, потому что вон он, человек. И только тут рак увидел меня. То есть он вроде как... Встретили рака, но он их не увидел. Кто у нас там невидимые? Помним, да? Да, сфорно было, потому что... Другой. Потому что завтра он может даже не быть человеком. А что же запомнили? Они встретили рака, но он их не увидел. А тут человек был назван по имени, было слово «человек». Игиблис. Произнесено. Про человека даже стало кое-что известно, что он баснин пишет. И тут... Тут все мы не скрылись. Вот перед нами, потому что вот он, человек. Он, вот человек. Это вообще говорят... Вот я. Как в земле. Адама. Да, сеть. Адама, да. Сеть человек. А сеть человек это еще слова про кого? Экцихому. Экцихому. Экцихому Христа. У меня вспомнили более древние истории из той же области, что здесь Хармс все вырвало наизнанку, потому что исходно человек давал имена всем животным. А здесь животные, которые называют человек. Ха-ха-ха. Хармс, вообще, молодец. Дальше. Рак покой копней спросил. Надо ли стесняться у головы тела? Ты человек, и ответь нам вопрос. И я человек, и отвечу вам, не надо стесняться своего полого тела. Какая-то и хрония получается. Человек хватило только на то, чтобы практически это просто патус не проводить. Если все хорошо, это просто патус. Ну, это окончательное остановление вот этой нормы. Ага. Появление канона. Ну, можно сказать, канон-то на самом деле, отнюдь не викторианский. Скажем прямо. Канон абсолютно хулиганский. Вот. И как бы, ну, вообще говоря, идущий в разрез существующим, то есть в форму общества, каноном. Мы сейчас даже во время большой-большой жары не ходим голым по городу, да? Вот, но здесь, как бы, этот канон, оно выводится на этот хулиганский канон, как бы, прокидывающий канон. Это, как бы, канон, характеризующий человека как, ну, приближающийся к животному состоянию, да? Он выводится, как вершина культурного развития. То есть рамки, 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 рамки формируются, да? Новый, 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 новый ярус культуры, и вдруг... И на ней человек, который говорит, что нет. Да, во-первых, человек, который повторяет партии, ну, и идёт нагнетение, да, что мы ждём, что человек обращается как к вершине мудрости, да, что он должен сейчас дать ответ, во-первых, даёт примерно тот же ответ в той формулировке, что и был вопрос, но при этом он ещё и дополнительно это намертел. Я человек, я отвечу вам. Не надо стесняться у голого тела. Мне кажется, это может быть по знакомству с телом, на самом деле. Это вот каким-нибудь миф про Трикстер, когда читаешь, там, то и дело, то он просит задницу кто-нибудь постражить. Она его обманывает. Он не знает, как обращаться с частями своего тела, не знает, какое тело вообще. Но он просыпается с утра, видит, что одеяла нет, потом смотрит, одеяло превратилось в флаг, потому что оно висит, ну, на пиписке у него, например, даже с неба. Он удивляется, что это за штука, я её раньше никогда не видел. Митя, наоборот, очень неплохо. Мне кажется, он может прийти к мысли, что не надо стесняться у голого тела, то есть объединить его. Ну что, и как бы тело становится его частью, тело становится чем-то целостным, да, отлично, на самом деле. Вот, ну, и таким образом, как бы мы из маленького, крошечного, на полстраничке, передовенького текста, что мы имеем в конце, да? Крошечный, на полстраничке, передовенький текст. Мы, во-первых, его с вами обсуждали больше часа, во-вторых, захлёб, во-вторых, мы нашли кучу всевозможных культурных, фольклорных, там, архаических и других, литературных, поэтических метастазов, которые нас довели, там, и в шаманскую традицию, да, и вплоть до Иисуса Христа, да, в религиозную традицию. И в фольклорную традицию, да, в фольклорные обороты, и в традицию народных верований. И в итоге, в центре всего этого, оказывается, вообще говоря, фигура писателя, которая движет с автора, то есть я, он сам про себя пишет, сам себя называет я, хронического героя, который движется от полной нерасчленённости и вроде как даже неорганичности через постепенное овладевание культурной, природной культурной реальностью, и его, как бы, высшим достижением является овладение собственным телом при этом. А тело, это, по сути дела, тело, это наша первоначальная природная данность, которая, и по сути дела, рассказ за цикл закрывается нам с вами на круг. Потому что с изначальной природной телесной данностью всё началось, изначальной природной телесной данностью всё закончилось. Торонто культурной оперируется. Опять же, кожа является естественной границей вот первого космоса. То есть то, что внутри нас это нами контролируется, то, что за пределами нашей кожи нами не контролируется, это как раз вот структура первого мира, вот этой самой матрёшки, что первоначальный космос это человек внутри границ собственного тела, потом космос это его дом и порог еврегической границы, потом, скажем, двор, потом село и пошло-пошло-поехало. Вот, да. То есть по сути дела у нас с вами смеховая, как бы сказать, в чём-то сниженная, в чём-то карнавализованная, в чём-то очень современная модель космогонического мифа, но построенная человеком абсолютно современного сознания. То есть человек племени Аранта, он не будет понимать, зачем ему осознавать собственное тело. Зачем ему рассуждать о том, что ходить голым, это не стыдно, а что есть мерзкие поступки и есть прекрасное тело, тело довольно природы. Про мерзкие поступки здесь просто вот оно как-то повисло в итоге. Это что меня сейчас мучает? Оно просто повисло. А это, оказывается, серединка. Как раз у нас середина текста. Там одна фраза, и она повисла. У нас серединка текста это как раз-таки пассаж про мерзкие поступки. Вот, смотрите, вот там середина. Может быть, он все направлено это игнорирует? Считаю, что он же ответил на вопрос. Ну как, он на это отвечает, что зачем мы стыдимся своего хорошего тела? Ну это ритронический вопрос, да? Зачем мы стыдимся своего голого тела, если мы не должны следить? Мы здесь видим просто вопрос а не надо ли нам следить своих поступков? Хотя он не сам, но мы-то его видим, и на него-то он не отвечает. То есть вопрос повис. Вот, то есть серединка, серединка здесь, кстати говоря, оказывается как раз культура. То есть конец у нас это тело голое, начало у нас это вообще как бы не понять, не понять что, первобытный хаос, а культура у нас оказывается в серединке. Вот, и вот серединка этой самой серединки, ну как мне кажется, да, это мой взгляд, это, ну это самая мораль. Мораль, построенная, по сути дела, на дихотомии природного и культурного. Мерзкие, культурное воплощено мерзкими поступками, природное воплощено телом. Природное, и здесь такая лягушка Руссо, которая говорит, что вообще, говорят, прекрасное тело, здоровенное нам природой, и ужасные наши мерзкие поступки. Ну я же сказал, что философическая лягушка, да, с самого начала. Да, да, да. И очень смешно, что хорошо встречает, и да, тело это хорошо, а к поступке несложно. Да, вообще несложно. А потому что, опять-таки, он вышел на круг, где поступков уже нет. Потому что он вернулся не только к телесности, он вернулся еще к началу текста. То есть он пытался снять подпрос, да? Да. Если бы он отвечал еще про поступки, то дальше бы исследовал Роман Достоевского. Вот. И вся мировая литература, да? А он обрубает этот момент топором, да? И возвращается... Вднемся назад к телу. К телу, да? К телу я родился и так далее, и так подобное. Вот. На мой взгляд, восхитительный текст. Я надеюсь, что вы еще, как бы, почитаете, вдохновленные теперь почитаете еще немного Хармса. Да, судьи. Особенно я вам советую... Что-то про Дворнику было стихотворение. Есть замечательное стихотворение про Дворника, да. Есть замечательное стихотворение про Старуху. Прочитайте. И стихотворение. Нет, есть стихотворение про Старуху. Оно я тебе кину. Есть повесть Старуха, единственная, по-моему, повесть Хармса, по крайней мере, из тех, с которыми я знаком. Есть замечательный его, как это называется, пасхальный рассказ, знаете, да? Вываливающиеся старухи. Есть Вываливающиеся старухи, да? По пасхальному рассказу знаете? То однажды на Пасху монах вошел в склеп к покойникам. Христос воскресе, сказал монах. Воистину воскресе, ответили ему покойники. Все. Это все к тому, на самом деле, что нужно очень внимательно, как говорил Шекспир, что у каждого безумия есть свой метод. Нужно очень внимательно относиться к талантливому абсурду. То есть вот абсурд, это на самом деле одна из потрясающих вещей, созданных нашей культурой, которая нас от этой самой культуры защищает. В некотором смысле. Которая нам помогает вернуться к этому самому мифу, который был в начале всякой культуры. Вернуться вот на этот самый цикл, да? Мы, на самом деле, все задержались более чем на час. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам. Я жду вас всех на вечере сказок, который будет в понедельник. Не во вторник, а в понедельник. В 28-м. В 28-м, по-моему, был? Да, в 28-м. Да, в 28-м. А можно по 23-м? Вы сказки тут задержались? То я... Произгайте на презентацию, потому что вы два слайда тут посмотрели, а с точки зрения так и получили. Вот, этот слайд был на самом первой лекции. Вот. А, это про современные мифологии. Видимо, про современные мифологии нужно будет рассказать еще раз. И про теорию Юнга нужно будет тоже рассказать еще раз. Вот. Потому что, как-то мы очень умлеклись анализом текста. Я, собственно, так и думал, что так будет. Там уже закопаться или окопаться? Я им сегодня не пуснул дозвониться. Мы с ним сегодня договаривались. Он сегодня стал звонить, и он чертушки не стал звонить. Вот. А вы можете оставить себе текст? Я думаю, что это называется герминетик. Оказывается, что это не спала. Давайте анонсируем новый цикл лекций на следующий год. Да. Что касается лекций... О! Друзья, пока вы не разошлись. Что касается лекций на следующий год. Есть такая идея. Как бы я опять фонтанирую идеями. Там, ну, в год не знаю, что из этого получится. Идея номер раз. Что я начну цикл сначала. И опять, там, не знаю, по каким-то дням, по каким-то пока неизвестным. Буду каждую неделю читать все сначала. Все то же самое, но, разумеется... Сотворение мира. Сотворение мира буквально. Все то же самое, но... Да, ну, вы понимаете, как бы, да? Это раз. Для самых любопытных, раз в две недели я буду читать какую-нибудь новую лекцию, на что-нибудь новенькое. Не знаю, про теорию Карла Густава Юнга. Архетипов, ее роль в культуре, да? Про еду, про власть, про, там, шутов, про воров, что-нибудь еще в этом духе. Про гадание, например. Про зеливарение. Про зеливарение. Про любовную магию, можно сказать, про пластинскую. Про демонологию. Вот. Это два. И есть еще три, которые, может быть, я объединю с два. Я пока не решил. Это формат не лекции, то есть не там, где я готовлюсь и как бы вот все рассказываю, как самый умный, я начал свою несмертность с того, что это не так. Далеко отнюдь. А вовсе даже наоборот. Мы берем некий текст. Ну, я готов на себя взять роль такого председателя. Берем некий текст, берем статью, берем книжку, берем, ну, все, что угодно, на самом деле. И я предлагаю там некоторые вопросы, да, некоторые пункты обсуждения, но это все тоже демократично. Я предлагаю рыбу, вы там предлагаете все, что угодно. Рак. Шубу. Лягушку. Лягушку. И мы с вами встречаемся в формате круглого стола, то есть примерно так, как это было сейчас. Ну, только сейчас, как получилось спонтанно, а так это в формате обсуждения именно обсуждаем этот текст. Ну, так как это уже будет не лекция, а это будет уже круглый стол, то, конечно, это будет уже там не 300 рублей, а это будет там 150 рублей, которые идут в музею. Я за эти деньги брать не буду. Это будет не по понедельникам. Вот. И это будет в какой-то... Только не по понедельникам. Хорошо. Вот. Как вы на это смотрите, что вы по этому поводу думаете?